сегодня у нас 20 мая 2021 года сегодняшний вебинар будет у нас посвящен уходу за проблемной кожи как мы его назвали от мала до велика потому что проблемная кожа она может быть и в подростковом возрасте и окнотарного более взрослым и даже вальзаковском возрасте и так как у нас на самом деле это конечно не первое мероприятие которое посвящено этой теме сегодня хотела бы больше сакцентировать момент именно о нюансах подхода вообще к уходу и лечению проблемной кожи которые сейчас существует потому что жизнь у нас меняется к сожалению или к счастью вообще по-разному и собственно то что было хорошо например лет 15 назад она не всегда уже хорошо сейчас и какие-то моменты могут измениться и соответственно может измениться подход к решению той или иной проблемы обсудим подход именно как раз к уходу в конце то есть схемы ухода оптимального за подростковой кожей с проблемами и при окно и окноформных дерматозах в том числе окно тарда тоже естественно мы обсудим что у нас должно быть в уходе потому что уход как известно это 80 процентов успеха и мы все об этом знаем что как бы правильно и хорошо современным и не лечили окноформный дерматоз если пациент неправильно ухаживает за кожей то к сожалению ремиссии мы будем ждать долго вот для начала я не буду сейчас сдаваться подробности в этом вебинаре чтобы нам не растянуть его на 20 часа вот такие как бы уже темы которые мы уже сто раз обсуждали напомню чуть-чуть только единственно такую базовую информацию там о типах кожи состояниях вообще какие бывают например воспалительные элементы на коже но подробности именно касаемые медикаментозных средств которые применяются и нюансов именно проявлений окне мы это сто раз уже обсуждали у нас на нашем канале в youtube очень много познавательного контента вот и кто собственно нас подписан об этом знает кто не знает подписывайтесь вот и можно посмотреть предыдущие какие-то вебинары которые я и мои коллеги проводили на эту тему и в общем можно собрать себе достаточно много адекватной правильной хорошей информации типы кожи важно знать потому что пациенты которые зачастую например неправильно подбирать уход или не ориентируются в своем типе кожи не отличают тип кожи от состояния примеру так далее они больше подвержены риску того что будут проблемы именно из-за неправильно подобранной косметики потому что лечение бог даст конечно им специалист назначит правильно да они сами они себе по интернету вот но с уходом как правило зачастую у специалистов времени разбираться нет нет времени не то что назначить даже уход особенно у специалистов которые работают в в квд где на пациент отводится по по регламенту очень мало времени и нужно при этом еще успеть заполнить кучу документов приеме поэтому здесь такой нюанс да иногда просто ну времени хватает не знаю что специалист плохой и конечно те специалисты которые работают дерматологи в условиях клиники какой-то частной да например у них больше конечно шансов обсудить на консультации уход и проработать то чем человек уже пользуется что в идеале должно быть с каждым пациентом с проблемной кожи то есть скорректировать существующий уход подобрать какой-то новый если что-то не подходит оценить составы и в общем правильность назначения средств косметических которые уже пациент использует потому что иногда коррекция ухода она очень быстро прямо вот через ступеньку мы несёмся к ремиссии если правильно подобрали уход а если нет то наоборот получается как белка в колесе шаг вперед два шага назад и как раз типом кожи состоянием тоже зачастую связываются вот эти вот проблемы то есть нас типов кожи на самом деле не так много по сути это сухая жирная и нормальная то есть нормально кожи с нормальной выработкой кожного сала сухая с дефицитом липидов и жирная или сибарейные называют с повышенной выработкой кожного сала да и когда у нас идет уже как патология сибарей до жирной сибарей сухая сибарей в общем, сепарийный дерматит, это уже патологически повышенная выработка кожного сала. То есть, может быть, кожа абсолютно беспроблемная, просто жирная по типу. И, в общем, здесь как раз нет какой-то такой проблемы в повышенной выработке кожного сала. Ну, больше ее, допустим, больше липидной составляющей. Влагу она лучше удерживает, стареет дольше. Но когда у нас, помимо количества кожного сала, качественно изменяется его состав, вот тогда уже присоединяются всякие воспаления, и уже тогда это можно осценивать как патологию. Комбинированная кожа, она, по сути, является разновидностью того или иного другого типа, их смесью. Может быть, допустим, нормальная кожа на щеках или сухая, а Т-зона может быть жирная. Это чаще всего так встречается. Это как раз типичная комбинированная кожа с жирной Т-зоной. И, собственно, уход за такой кожей, он мало чем отличается от ухода за жирной кожей. Единственное, сухие участки, они, возможно, требуют, например, локально какого-то нанесения средств, которые будут смягчать, дополнительно увлажнять эти участки кожи. То есть чуть-чуть усложненный, получается, уход. Но, в общем, в целом, для жирной и комбинированной кожи чаще всего одни и те же средства практически назначаются. А что касается состояния, это то, в чем может оказаться любая кожа, в том числе сухая, жирная и нормальная комбинированная. Она может терять влагу, то есть может быть повышена трансэпидермальная потеря влаги. Тогда кожа станет обезвоженной. И вот это понятие очень часто путают с сухостью кожи. Но сухость – это недостаток жиров, а обезвоженность – это недостаток влаги. Недостаток влаги может быть как изнутри, когда человек банально мало пьет воды, у него нарушен питьевой режим, и, собственно, или он, допустим, любит какие-то напитки, которые задержку жидкости обеспечивают в тканях, как кофе, например. А при этом мочегонный эффект и, собственно, само отсутствие влагонаполненности тех тканей, которые по остаточному принципу у нас снабжаются в организме, из-за того, что влаги мало, если человек заменяет чистую воду, например, на кофе, то у него, скорее всего, будет тоже обезвоженный эпидермис и дерма. Поэтому, в общем, всего хорошо в меру. Поэтому обезвоженность все часто путают с сухостью, потому что и сухая кожа может испытывать чувство стянутости после умывания, например, и шелушиться, и обезвоженная кожа может испытывать тот же самый дискомфорт. И здесь как раз надо обращать внимание на тип кожи, потому что сухая кожа – это больше тип, и он дается с рождения, он у нас кинетически детерминирован. А обезвоженность – это состояние, которое, в общем-то, по вине нашей либо агрессивных факторов внешней среды, любой тип кожи может привести к этому состоянию. Обезвоженность, она убирается тем, что мы нормализуем питьевой режим, добавляем какие-то интенсивно увлажняющие средства уход, как поверхностно-активные, то есть имеется в виду не поверхностно-активные вещества моющие, а именно образующие пленочку влагу, держащую, например, высокомолекулярно-гелуроновая кислота, хитозан, фукогель, всякие такие компоненты, которые не проникают глубоко, но помогают удержать влагу. Опять-таки, увлажняющие кремы на основе масел, которые масла тоже помогают, в легкой текстуре их можно использовать, если их немного и для жирной, и даже для комбинированной кожи, когда она обезвоженность испытывает. Но, в первую очередь, конечно, если жирная или комбинированная кожа, предпочтение отдается гелевым текстурам. Но, если кожа, например, сухая, то мы, наоборот, должны липидов добавить, то есть мы используем более плотные текстуры кремов, мы используем какие-то барьерные средства, содержащие достаточно большое количество масел, иногда они содержат церамиды, иногда они содержат какие-то еще влагодержащие компоненты. Но сухая кожа, она изначально испытывает дефицит липидов, то есть жиров, и роговой слой, он изначально, скажем так, более сухой, потому что влагу там удержать нечему. При этом жирная кожа может быть обезвоженной, и пациенты путаются и покупают себе плотные жирные кремы, на которых написано «For Dry Skin», там, например, или, в общем, для сухой кожи. И эти, естественно, средства им не подходят, потому что они часто содержат какие-то компоненты, которые будут для жирно-комбинированной кожи являться комедогенными. Те же самые парафиновые производные, вазелин, петролатум, масла, опять-таки, тоже не все, и не во всей концентрации подходят для жирной кожи. Если там в креме процентов 5 всего лишь в масляной фазе, как мы берем в нашем увлажняющем креме, то, да, его можно даже на жирной коже использовать, и пор не забьет. А если там 40% масел в креме, то, конечно, при жирной коже или комбинированной даже, я бы такие кремы не стала назначать. То есть, понятно, да, вот такой момент. То есть, нужно, конечно, хорошо определиться с типом и состоянием кожи, чтобы правильно подобрать уход. Чувствительность кожи – это тоже состояние, причем сейчас, к сожалению, приходится констатировать тот факт, что, увы, возможно, стресс. Особенно вот последний год, когда все живут в состоянии хронического стресса, и вообще жизнь очень кардинально меняется у людей. И очень рада всех видеть, присоединяющихся, особенно те, кто с нами очень давно. К сожалению, не буду здороваться с каждым прям, вот извините меня, пожалуйста, но я очень-очень рада, я вижу, когда вы присоединяетесь. Вот, и буду продолжать и ждать ваших вопросов. Так вот, сейчас на самом деле все находятся в состоянии хронического стресса, очень многие люди, что греха таить, переболели инфекцией коронавирусной, после нее тоже организм достаточно долго восстанавливается, бывают и с кожей явления какие-то у людей, в общем, и волосы тоже страдают, и, в общем, это все очень прискорбно. Но в данном случае, как говорится, это неизбежно, потому что ударяет по всем органам систем, зачастую, да, в зависимости от тяжести заболевания. И сейчас уже набирается какой-то определенный опыт, какая-то статистика уже именно постковидные реакции кожи, и вообще что с этим делать. Ну, на самом деле это все восстанавливается само, конечно, и волосы, и кожа, но, конечно, хочется помочь, да, чтобы это быстрее восстановилось. Так вот, повышение чувствительности у нас за последние годы, даже исключая пандемию, очень сильно увеличилось, помолодела розация, и вообще нарушенный кожный иммунитет, видимо, из-за экологии, из-за, может быть, каких-то изменений климатических, и так далее. Это все, конечно, учеными изучается, но однозначного ответа нет, почему у людей стала более чувствительная кожа. И то, что, например, использовалось, например, спокойно в составах косметических средств там 20 лет назад, сейчас люди реагируют на эти компоненты, например, да, в достаточно небольшой концентрации. Чаще стали встречаться какие-то аллергические реакции, перекрестные аллергии, то есть человек пользуется средством, все нормально добавляет другое, отдельно на него нет аллергии, а вместе с предыдущим возникает, к сожалению, аллергическая реакция. Человек сразу не может понять, потому что вроде бы тем пользовался постоянно, и вроде этим пользовался, а вот вместе стал использовать, и получилась аллергия, и очень сложно вычислить вообще виновника вот этих состояний. И, в общем-то, зачастую уход нарабатывается, подбирается методом проб и ошибок, ну, потому что не знаешь вообще, что от людей сейчас ожидать. И всегда приходится дуть на воду, обжигшись на молоке, и, как говорится, такова жизнь. Сейчас у нас изменились очень сильно условия жизни. Как в сторону прогресса, но, возможно, этот же прогресс, он, как говорится, немножечко и по нам ударил. Естественно, кожа обезвоживается еще и становится чувствительной от того, что в качестве агрессии внешней среды у нас, конечно, наши достижения технического прогресса работают, как то кондиционеры летом, печки и батареи зимой, и все это, конечно же, не добавляет нам устойчивости нашему защитному барьеру эпидермиса. Но тут уже, как говорится, или шашечки, или ехать, или комфорт, или защищаться от агрессии внешней среды, которую мы сами себе создаем. Соответственно, к состояниям можно отнести нарушение пигментации, купероз, тусклость, цитоничность кожи, которые, собственно, мы тоже очень часто обсуждаем на наших семинарах, и я на этом подробно останавливаться не буду. Мы сегодня рассматриваем тот аспект, когда кожа становится проблемной. Причем кожа проблемная – это как раз та кожа, которая эпизодически испытывает какие-то явления, напоминающие патологию акне. То есть это эпизодические высыпания, это, допустим, какие-то периодические раздражения, покраснения, которые являются функциональными, они проходят. То есть это не розация, как таковая, например, а именно реакция на что-то, на что мы иной раз можем даже и не вычислить. Но в основном, конечно, это воспаление, то есть воспалительные элементы. И опять-таки, если раньше считалось, что, например, в более молодом возрасте у нас проблемная кожа больше характерна, то сейчас, учитывая то, что кожный иммунитет по каким-то причинам, он стал ниже у людей, акне повзрослело, и, в общем, акне тарда, то есть акне тарда – это считается уже акне после 25 лет, то есть это не совсем прям уж возрастное, которое после 45-50. И вот некоторые думают, что акне тарда – это когда уже все совсем там взрослые категории возникает воспаление. А на самом деле в медицине считается, что после 25 лет это уже акне тарда. И, собственно, естественно, с проблемной кожей драматологи и косметологи имеют дело ежедневно, потому что очень много проблемной кожи. К сожалению или к счастью, может быть, это говорит о стабильности, наверное, лечение, подходы к лечению акне, они не сильно поменялись вообще на самом деле за последние годы. Единственное, что появилось там какие-то новые средства появились, появились какие-то способы диагностики, появились способы оценки результатов, но появились и проблемы, и мы же позже их обсудим. В первую очередь я хочу сакцентировать внимание на особенностях и потребностях проблемной кожи. То есть у проблемной кожи есть свои особенности и есть свои потребности. Повышенная активность сальных желез это особенность проблемной кожи, потому что редко, когда воспаления возникают при, собственно, сухой коже, при нормальной коже, когда нет избытка кожного сала, нет закупоривания пор и прочее, прочее. То есть повышенная активность сальных желез это одна из причин возникновения проблем на коже. Наряду с гиперкератозом. Гиперкератоз – это повышенное роговение эпидермиса. То есть у нас эпидермис, то есть верхний роговой слой, он роговевает, то есть у нас мертвые кератиноциты образуются в большем количестве, чем должно было быть, и при этом они еще плохо отшелушиваются. То есть, как правило, гиперкератоз – это не только повышенное образование мертвых кератиноцитов, роговых чешуек, но и затрудненное обновление кожи. А мы знаем, что каждый, как я люблю всегда говорить, уже сто раз эту фразу говорила на своих мебинарах, что каждый старый и мертвый кератиноцит, улетевший с поверхности эпидермиса, это сигнал на базальную мембрану, чтобы там образовался молодой, новый кератиноцит. И, соответственно, чем больше у нас молодых образуется, тем моложе и глаже, и упругее, как сказать, более упругость становится на вид эластичной нашей кожи. Потому что все-таки понятно, что за упругость и эластичность у нас септоном дерма отвечает, на структурные ее белки, но гладкость и ухоженность, скажем так, как нашей коже придает именно эпидермальный слой. И, в общем, косметика, она в основном работает с эпидермисом, потому что мало ингредиентов есть, которые способны глубоко проникать или там что-то стимулируют. В основном идет уход за эпидермисом. Поэтому как раз косметологи с опытом, они всегда знают, что с пациентом имеет смысл всегда работать, как говорится, full face. То есть, когда, допустим, если есть приверженцы инъекционной косметологии и всяких изменений структурных а-ля контурная пластика, то все равно, если мы не будем делать уходовые процедуры, там массажи, маски и прочее, то есть что-то, что будет приводить в порядок эпидермис, мы все равно не сможем выглядеть ухоженно. За версту видно будет, что мы проколоты, прошиты, но не ухожены. Поэтому, конечно, хорошо все в меру. И эпидермис – это очень важно, потому что эпидермис – это, в общем-то, барьер кожи, это самый большой орган наш, и он защищает нас от всего, что может нам навредить внешний фактор какие-то. И поэтому эпидермис должен иметь состоятельную барьерную функцию. Следующая особенность проблемной кожи – это склонность к закупориванию пор. Потому что, к сожалению, у нас гиперкератоз возникает не только на поверхности эпидермиса, но и внутри протоков сальных желез, и там вот все чешуйки образуются, закупоривают, они плохо эвакуируются. Плюс, когда кожа сала густое, то есть секретирует сальные железы, очень густое кожное сало, оно тоже с трудом эвакуируется, и вот это вот все закупорится, образуется сальная пробка, комедон. И поэтому у нас акне чаще всего начинается с комедона. И как раз это такая характерная, я недавно как раз для канала Гильтековского снимала влог, коротенький, про отличие розации от акне, от пероорального дерматита. И основное как раз отличие акне от розации в том, что у розации свои стадии, или тема, потом уже только воспаление присоединяется, и там четкая стадия есть, а акне, там как раз и у пероорального дерматита, там сразу как бы возникают воспаления, но при акне, все-таки классическом, у нас комедональная форма, это фактически первая стадия, да, акне. И воспаление редко возникает тогда, когда нет комедонов, когда нет склонности к закупориванию пор. И это как раз такой достаточно важный такой момент и важная особенность проблемной кожи, именно которая склонна к воспалениям. Реактивность и чувствительность – это тоже особенность проблемной кожи, но чаще всего, ну, за исключением, конечно, тех моментов, когда она изначально была реактивной и чувствительной, и вообще она реактивная и чувствительная, потому что человек и его кожа находятся в стрессе, да, как сейчас у многих бывает, реактивность и чувствительность у проблемной кожи зачастую возникает именно от того, что используются потенциально агрессивные средства в уходе, в лечении, иногда без них никак не обойтись, да, взять тот же самый препарат и практически первой линии для лечения воспалительных процессов на коже – это ретиноиды топические, и это тот же самый бензоэлпероксид – это все достаточно агрессивные компоненты, которые повышают чувствительность кожи, делают ее более сухой и более реактивной. Поэтому здесь как раз, особенно когда, если бесконтрольно это все делалось, то, к сожалению, пациент, который приходит к врачу, к драматологу с проблемной кожей, зачастую уже имеет реактивную и чувствительную кожу. И это тоже нужно с этим, конечно же, работать, и это очень важно, потому что мы не можем обойтись порой без назначения довольно-таки агрессивных средств для лечения этой патологии. Но если у нас еще и уход будет агрессивный, вот этот, и не будет каких-то моментов, которые будут нивелировать агрессию, медикаментозных средств, которые будут помогать коже быстрее к ней адаптироваться, защищать ее, то есть парьерную функцию восстанавливать, то, опять-таки, у нас будет очень долго длиться путь к ремиссии. Обезвоженность – это тоже оттуда же, то есть мы лишаем кожи влаги, нарушая барьерную функцию зачастую, ну, и то, о чем я говорила до этого. Надежда прислала вопрос, если кожа склонна к жирности, иногда, господи, актуально ли назначать домашний уход с кислой ПАЖ, умывалка ПАЖ-4 ежедневно? Смотрите, кислый ПАЖ, он хорош для… как раз собиралась об этом говорить уже ближе к концу, когда мы будем про уход, но, смотрите, домашний уход с кислым ПАЖ – это хорошо, главное не переборщить, потому что я очень часто сталкиваюсь с тем, что пациенты очень много кислот в уходе начинают использовать и вообще всяких отшелушивающих средств и получают, опять-таки, гиперреактивность, они получают воспаление потому, что им кажется, что на косметику они среагируют, покрылись прыщами, еще больше, чем было, но на самом деле это происходит от того, что у них нарушается барьерная функция, убивается микробиом вот этим избытком агрессивных средств, потенциально агрессивных, и начинает кожу колонизировать условно-патогенная микрофлора, которая, собственно, у нас вызывает в основном прыщи. Вот. Чтобы этого не было, то надо, конечно, все в меру делать. И смотрите, если умывалка PH4, например, или 3 с чем-то, то ее лучше использовать от силы пару раз в неделю и с очень большой осторожностью использовать в летнее время, то есть когда у нас солнышко активное. И домашний уход с кислым PH, то есть тоники те же самые с кислым PH, или средства, содержащие кислоты, тоже надо смотреть, во-первых, какие кислоты, какой PH средства, как часто мы будем это применять. То есть каждый день, конечно, не должно быть кислот, хотя поначалу иной раз кажется, что вот когда человек первый месяц начинает пользоваться кислотами и даже пользуется каждый день, то ему кажется, что у него кожа стала гораздо лучше, она действительно становится свежее, более гладкой, уходят, подсушиваются воспалительные элементы какие-то, но потом может наступить такой момент, когда еще больше опять станет воспалений, кожа начнет раздражаться, как говорится, на простую воду и все равно станет более реактивной. Поэтому здесь, да, здесь, смотрите, два раза в неделю, например, можно взять кислые умывательные средства, в остальном просто брать нейтральное и желательно бессульфатное, мягкое. И как раз то, что я хотела сказать, уже обговаривая уход, конечно, лучше всего смотреть, чтобы в составе не было лаурета или лауринсульфата, то есть чтобы это были мягкие павы, то есть поверхностно-активные вещества в очищающем средстве. Если нам нужно плотный макияж смыть, лучше не надраивать там каким-то хорошо пенящимся сульфатным гелем лицо, а лучше просто взять гидрофильное масло, сначала растворить жир жиром, да, то есть на сухую кожу нанести гидрофильное масло, смыть его, с эмульгировав водой, потом спокойно умыться мягким бессульфатным гелем, а-ля там наш гель очищающий, или там мусс с витамином С. Поэтому здесь именно вот такой должен быть подход. И есть средства, ну, естественно, тоник кислотный используется, как правило, вечером, ну, зимой-то без разницы, конечно, если там у нас ультрафиолетовый индекс до 2-3 баллов, можно, конечно, его и в утреннее время использовать. А так обычно вечером, и тоже не каждый день, особенно если кожа склонна вот как раз к обезвоженности. У нас все бессульфатные умывалки, то есть абсолютно все. Самый мягкий считается гель очищающий. Все умывалки нужно носить на влажную кожу. Пациентов надо об этом обязательно предупреждать, потому что есть любители размылить и сразу на сухую кожу нанести пену. Вот, а некоторые вообще не размыливая гель, наносят, потом им стягивает лицо, потому что так мы действительно более агрессивно воздействуем на кожу, даже самая мягкая умывалка. Поэтому увлажнили водичкой, размылили в руках, умылись, и потом уже, как говорится, смыли водой. И муссы наши, они тоже бессульфатные, они просто готовый пенообразователь, там вы нажимаете, у вас уже готовая пенка выходит, тоже увлажнили водичкой рукой, потом этой пенкой умылись. Очень приятные. Вот, самые мягкие из муссов, это с витамином С, и чуть-чуть пожестче, это с алоэ вера. Там просто дополнительно еще паф есть. Как сочетать кислый тоник и умывалку в домашнем уходе? В принципе, вы можете комбинировать кислый тоник, например, с обычными средствами для умывания. Ну, кислый тоник, я имею в виду, не какой-то опять-таки агрессивный, а с минимумом кислот, то есть, например, в нашем тонике с ахокислотом, там 4% его как всего, и PH в районе 3,6, то есть он не агрессивный. А, например, тот же самый всем известный пиксиглоу, да, с гликолиокислотой, он поагрессивнее, его бы я бы на осенне-зимний сезон бы рекомендовала, если вы там им, допустим, пользуетесь. То есть, здесь уже надо смотреть, опять-таки, состав кислот и PH. То есть, я бы вообще кислотный тоник и умывалку оставила бы на пару дней в неделю, и, собственно, в остальное время нейтральный тоник, нейтральный гель. Вот, если нужно плотный макияж смыть, то гидрофильное масло перед гелем или перед муссом. И существуют еще средства, которые содержат кислоты, сыворотки кислотные. То есть, у нас, например, есть альфа-дерм, который содержит миндальную кислоту, она крупная, молекулы кислота. Она не... Секундочку, как-то у меня программа не выключилась, которая звонит. Сейчас, секунду, я это все попробую убрать. Вот, извиняюсь. Смотрите, есть сыворотки, которые содержат небольшой процент кислоты, и здесь идет уже регулярная такая, как бы стимуляция обновления, без видимой эксфолиации, то есть, без повреждения. То есть, есть вообще два понятия – негативная стимуляция, позитивная стимуляция, ну, в косметологии. Негативная стимуляция – это когда мы хотим все ободрать, чтобы наросло что-то новое и хорошее, да, то есть новое, молодое, свеженькое. Вот. Это пилинги всякие, это те же самые скрабы и так далее. То есть, когда мы немножко подразрушаем эпидермис, для того, чтобы простимулировать его обновление. А есть средства, которые изнутри, как бы, позитивная стимуляция стимулирует обновление клеток, как бы обменные процессы ускоряя, да, антиоксидантные средства те же самые. Те же самые, например, кислоты в небольшом проценте в уходовых средствах, комбинации с интенсивно увлажняющими, опять-таки с антиоксидантными компонентами. Например, сыворотка альфа-дерм наша, да, вот она такая с миндальной кислотой. И вот эти средства можно использовать в регулярном уходе, но тоже, конечно, если там кислот достаточное количество, то будем использовать в альфа-дерме там всего 10% кислот, 5 без них миндальные, 5 остальных АХ-кислот. Будем тоже использовать в зависимости от выраженности гиперкератоза. Если кожа грубая, толстая, плотная, плохо обновляется, прямо, ну, бывает вид, да, аж шершавая, шероховатая на ощупь, да, то, конечно, мы можем хоть каждый день, каждый вечер, например, альфа-дерм использовать, естественно, не в летний период. Ну вот. А если кожа умеренная у нее все-таки, образование роговения эпидермиса и больше там чувствительная кожа, то мы можем тот же альфа-дерм использовать там 3 раза в неделю. Смотрите, я поняла, вот вопрос тоже, можно, если умывалка кислая, то сразу можно такой же тоник, или лучше чередовать. В принципе, смотрите, если у вас кожа достаточно реактивная, и на кислоты она реагирует повышением чувствительности, скажем так, то можно, наоборот, после кислой умывалки использовать обычный нейтральный тоник, чтобы быстрее ПАЖ пришел в норму, то есть стал где-то между 5 и 6. А если, допустим, хочется пожестче поработать с гиперкератозом, тогда да, после кислой умывалки используем кислый тоник. А также можно чуть-чуть подстимулировать обновление кожи, и вот гладкость придать коже, и если себе регулирующий эффект нам нужен, то мы берем, например, тот же ахатоник, наш альфа-гидроксикислотный тоник, свежающий, ну или аналог какой-то, и используем после обычной нейтральной умывалки, особенно это хорошо делать, когда кожа изначально защелачена, то есть она проблемна с щелочным ПАЖ, ну жирной кожи, зачастую она в щелочную сторону сдвигается ПАЖ ее, и тогда мы после обычных умывалок, чтобы чуть-чуть подкислить сейду, то есть понизить ПАЖ, мы используем кислый тоник, понятно, да, то есть я объяснила, надеюсь, вот, если что, задавайте вопросы. Так вот, как раз сдвиг ПАЖ в щелочную сторону, это следующая особенность, которую я хотела озвучить. Вот, это очень характерно для жирной кожи, сиборейной кожи, с качественно измененным составом кожного сала. ПАЖ, сдвинутый в щелочную сторону, позволяет условно-патогенной микрофлоре колонизировать нашу поверхность, да, нашей кожи, к сожалению, и не давать нормальной микрофлоре жить спокойно, а нормальная микрофлора, в свою очередь, она вытесняет патогенную. Вот, поэтому у нас в норме, конечно, ПАЖ должен быть слабо кислый. Так, значит, тоник можно ежедневно. Смотрите, тоник кислый лучше тоже использовать не ежедневно, а все-таки несколько раз в неделю, но можно использовать его чаще, чем кислую умывалку. Вот, если мы используем гель с кислым ПАЖ, и он тоже, здесь сложно рекомендовать, когда ты не знаешь, что это за средство, да, потому что есть агрессивные умывалки, вот корейские очень часто бывают, с кислым ПАЖ, и прямо они жесткие, они рассчитаны на их азиатскую кожу, потому что там очень часто встречается плотная гиперкератозная жирная кожа. Ну, это не обязательно где-то там в Корее или в Китае, это у нас тоже в Азии, да, ну, то есть такой тип, да, кожи азиатского плана, да, то есть как бы это не обязательно должен быть корейцы-китайцы, это может быть бурят, это может быть казах, это может быть киргиз, вот. И там тоже у девушек, у женщин больше проблем как раз не с высыпанием, чем с жирностью кожи, с пигментацией, с проблемами гиперкератоза, плотная кожа, да, плохо она увлажняющим средствам поддается, потому что они плохо проникают через роговой слой такой утолщенный. Вот, и, собственно, возможно, да, вот, ну, здесь как бы тоже казах-казаху рознь, это тоже не идет, нельзя так сказать, но я как бы туда часто одно время в командировки ездила, в принципе, там неплохо, как сейчас говорят, заходит девушкам корейская косметика, но не всякая, к сожалению, вот. И потом, кстати, вот именно в самом Казахстане, да, у девушек, у женщин, там не такая кожа, как, например, у этнических корейцев, да, то есть как бы она более тонкая, у них более светлая, более подвержена пигменту, то есть она, скажем так, чуть более европейская, если можно так сказать. Вот, там тип старения такой же, да, то есть мускульный, там хорошо у женщины не отличишь 30 или 60, вот, но в плане как раз жирности кожи, там вот меньше проблем, чем, например, действительно у китайцев и корейцев. Вот, и поэтому здесь надо смотреть, что за средство. Если оно агрессивное, если там много кислот, если там кислота с маленькой молекулярной массой, не миндальная, а гликолевая, например, то совершенно по-разному будут эти средства действовать. Вот, поэтому вот то, что как раз вопросы Надежда задает, да, тут надо смотреть уже само средство, то есть если после него не сохнет, не стягивает кожа, если оно более-менее нейтральное, да, если там кислота крупной молекулы, то есть, например, миндальная основная, да, или молочная кислота там в составе, то это будет более мягкое средство, можно чаще применять, больше диапазон, скажем так, людей, кому его можно применять. А если это гликолевая кислота, если там больше 5%, если там PH, ну, 4 или ниже, да, то, скорее всего, это будет довольно-таки агрессивная умывалка. Если она пенится, опять-таки, какие павы там в этой умывалке? То есть если вместе с кислотой там будет лаурет или лаурилсульфат или какой-нибудь саркозинат, да, то как бы она будет реально пересушивать кожу. И там, возможно, что даже не 2 раза в неделю, а может, и 1 раза в 2 недели хватит кому-то. Вот, поэтому тут сложно сказать, не видя полностью состав, а еще лучше формулу с процентами, да, но этого нам никто не расскажет. Поэтому здесь надо смотреть. Ну, на ощущения тогда ориентируйтесь. Если прям вот стягивает, сушит, значит, пореже нужно. Вот, иногда бывает, что нейтральный тоник после такой умывалки помогает восстановить аж побыстрее, и кожа лучше уже реагирует. Или тоник влагоудерживающий, а-ля там наш с гиалуроновой кислотой эластин, такой гелевый который. Вот, ну, не будем надолго, надолго, кажется, задерживаться на одном вопросе, да, потому что иначе мы там все не успеем, что мы запланировали. Вот, какие потребности у нас у проблемной кожи? Подребность маскировки недостатков. Вот. Так, еще прилетел вопрос. Кислую сыворотку можно только использовать лучше синий, или тоже лучше не сочетать с кислым. Сочетать можно, и с кислоумывалкой, и с тоником можно сочетать. Опять-таки, все зависит от выраженности гиперкератоза. Чем плотнее и грубее, чем больше склонна к закупориванию пор, чем менее чувствительная кожа, то есть она меньше будет реагировать на агрессию, тем, как говорится, больше кислоты ей можно, скажем так, попроще. Вот. Можно использовать альфадерм и не только в зимнее время, и брайтнинг-скин наш, например, отбеливающий, тоже можно использовать в летнее время, но это влечет за собой более тщательную защиту от солнца. Если мы, конечно, едем в отпуск загорать, нам не нужно ни кислоты, ни активно отбеливающие компоненты, коевая кислота и так далее. Естественно, мы эти средства откладываем до, например, осени. Если же мы все лето работаем в офисе, и, в общем-то, солнышко видим только из окна, и пользуемся защитой SPF 50, почему бы и нет? Если мы живем в регионе, в котором не бывает зимы, я все время это не устаю повторять, то есть как бы есть всегда лето фактически, всегда активно достаточно солнца, и ультрафиолетовый индекс больше четырех постоянно, то мы тоже хотим быть красивыми, допустим, проживая на Майами. И хотим использовать и ретинол, и отбеливающую косметику, и пилинги делать хотим. И, естественно, мы будем это делать, но мы будем тщательно защищать при этом кожу от солнца. SPF максимальной защиты, антиоксиданты, шляпы, очки, то есть механическая защита. Это все помогает, как говорится, защититься от ультрафиолетовых лучей. При этом тогда можно действительно использовать средства, которые могут под влиянием прямых солнечных лучей оказаться фототоксичными. нам просто нужно от них, как говорится, создать барьер, либо механический, либо при помощи ультрафиолетовых фильтров. Но не всегда они помогают, и не всегда бывает такое, что человек вовремя их использовал. Бывает, выскочил на балкон, там, белье забрать, условно говоря, еще без косметики, и все, и все, пигмент образовался уже. Достаточно буквально пара минут воздействия на кожу склонной пигментации без защиты, без никакой, чтобы, как говорится, получить пигмент и потом долго с ним и упорно бороться. Так вот, потребность маскировки недостатков влечет за собой, опять-таки, проблемы некоторые, которые шаг вперед, два шага назад влекут за собой. И используя комедогенных средств. То есть, как бы, к маскировке недостатков надо подходить очень аккуратно. Если кожа проблемная, лучше предпочесть локальные корректоры текстурам, которые все лицо покрывают, да, камуфлирующим. То есть, лучше взять локальный корректор, чем тональный крем плотный. Лучше использовать, допустим, какие-то маскирующие средства, если мы их вынуждены использовать, имея в арсенале своих косметических средств, тщательно, возможность тщательно их убрать с кожи вечером, например. То есть, хорошее гидрофильное масло, хорошая пенка мягкая, хороший тоник. То есть, все, что касается очищения, чтобы мы не оставляли эти комедогенные компоненты у себя на коже надолго. То есть, без необходимости лишний раз не использовать. И, естественно, очень тщательно подходить к использованию одноразовых, неодноразовых аппликаторов. То есть, если мы используем косметику активно и пользуемся, например, кистями или еще чем-то, естественно, нужно их тщательно дезинфицировать. И человек с проблемной кожей, что знак равенства, нарушенная барьерная функция в 99% случаях. И, естественно, им нужно гораздо чаще их очищать, на самом деле, после каждого использования, если это многоразовое что-то. И лучше всего, конечно, переходить на какие-то одноразовые аппликаторы, если есть такая возможность. То есть, как я обычно говорю, лучше чистый палец, чем плохо очищенная кисть. Поэтому здесь как раз вот такой момент. Потребность в частом использовании средств СОС. Тут еще вопросик прилетел, я вижу, если днем кислый крем, на ночь кислый манья. Нет, днем вообще нельзя кислый крем, это обычно все средства ночные. Днем не надо кислый крем использовать. Это все-таки лучше вечером делать. И умываться лучше все-таки кислыми средствами вечером, либо в те дни, когда вы предполагаете вообще сделать дома процедуру глубокого очищения. Поэтому здесь как раз на ночь мы, если используем, мы можем не закрывать кислый крем нейтральным. Более того, например, тот же самый альфа-дерм, он абсолютно самодостаточный, вообще не требует нанесения крема после него. Ну, разве что зоновая круглась, да, если там тонкая сухая кожа, дополнительно питательным кремом каким-нибудь намазом. Поэтому главное здесь не перебарщивать. Кислоты должно быть немного, она должна быть нечасто, но регулярно. Сложность в том, что потребность часто использовать средства СОС. А что такое средство СОС? Это подсушки, это антибактериальные мази, которые локально используются, это какие-то средства, которые позволяют быстрее деградировать к какому-то воспалительному элементу, это какие-то могут быть на спирту препараты. То есть это то, что фактически локально разрушает барьер, может снизить, например, кожный иммунитет. Это использование тех же самых антисептиков, когда человека, ну, как они любят говорить, обсыпают, да, по какой-то причине. И здесь получается, что мы, да, иной раз одно лечим, другое калечим, используем антисептик несколько дней, а некоторые используют долго, дольше, чем положено. Вот. И получаем дефицит нормальной микрофлоры. А чем у нас меньше нормальной микрофлоры, тем у нас больше условно-патогенной, соответственно, прыщей будет больше. Вот. Поэтому поначалу, например, использование того же хлоргексидина и актенисепта, оно может показаться хорошим, да, то есть как бы давать эффект какой-то в снижении, выражающемся, в снижении количества воспалительных элементов, потом получается такой а-ля синдром отмены, да, то есть еще больше их становится. Потому что мы просто убили нормальную микрофлору и больше бороться некому с патогенной. Поэтому нормальную микрофлору надо подкармливать все-таки и какие-то средства с проеприбиотиками использовать и, опять-таки, мягкое очищение, чтобы ей было привольно развиваться, да, и слабо кислый ПАЖ поддерживать, не давать защелачиваться кожа. Но без лишнего фанатизма, как говорится, без агрессии. Сложность в подборе антивозрастной косметики – это еще одна потребность, ну, точнее, особенность кожи проблемной. Средства с ПФ сложно подобрать, потому что, как правило, проблемная кожа, чаще всего это кожа жирная или комбинированная. Соответственно, мы используем средства с противоспалительным уклоном каким-то, а при этом нам хочется и с морщинами поработать. Ну, с пигментом там понятно, да, многие противоспалительные средства уходовые, они еще антипигментным действием обладают, например, тот же самый ретинол, да, когда человек покупает, например, тот же ретидерм наш 0,25, там, или 0,5, который вот недавно вышел, осенью будет, наверное, пользоваться большой популярностью, то здесь, конечно, мы нескольких зайцев сразу убиваем, да, и тон немножко осветляем, и в том числе и с каким-то воспалением работаем, то здесь как раз мы берем антиэйч средство, а оно еще и до кучи помогает нам поменьше воспалений получить, и, в общем, тон лица улучшить, выровнять. Но у людей с проблемной кожей бывает наоборот. Много средств с противоспалительным действием, они очень часто, бывает, подсушивают кожу, то есть ибрегулирующий эффект у них преобладает, да, превалирует. Но при этом антивозрастные какие-то средства не используются, да, или чтобы их использовать, нужно тогда такой многослойный прям пирог нанести на кожу. Вот, поэтому здесь как раз очень хорошо со специалистом обсуждать вот саму схему ухода, подбора, да, когда мы используем, в какое время суток, в какое время день недели, да, мы будем использовать какое-то средство с антивозрастным действием, причем антивозрастная косметика, но она традиционно чаще всего до сих пор в основном предназначена больше для сухой нормальной кожи. И очень сложно найти, тоже бывает, пациенту, ну, если он не крутится в этой области, да, нехорошо разбирается в косметике, скажем так, непродвинутым является в этом плане, найти средства, которые и проблемную кожу более проблемной не сделают, да, то есть не будет иметь тяжелую текстуру, которую дает парник на коже, да, пленку какую-то, ну, то есть, которая может спровоцировать склонность к закупориванию порта, еще больше увеличить, которая будет иметь легкую текстуру, но при этом будет иметь достаточных компонентов, работающих именно с фотостарением, со свободными радикалами, да, то есть нейтрализовать их будет, которая будет работать с глубиной морщин, которая будет убирать гипертонус мимических мышц, те же самые пептиды, мерлоксанты, укреплять эпидермис и дерму за счет стимуляции выработки коллагена, ластина, фибробластом, это пептиды, например, вот, матриксил, там, в разных его формах таким действием обладает, есть различные еще всякие пептиды, которые сосуды укрепляют, и, в общем, конечно, если в этом, как говорится, глубоко копаться, то можно подобрать, но большинство людей куда идет? В обычный магазин, как правило, там, или вообще масс-маркетовый, или какой-нибудь масс-маркетовый люкс, там, Литуаль, Ревгош и прочее, да, и ищет там, и там как раз очень сложно найти такую косметику, потому что это надо идти в магазин, который, например, профкосметикой занимается, там еще можно что-то поискать, там, вот, есть у нас сеть такая в Москве, ну, не только, по-моему, в Москве у них магазины, галереи косметики, вот там проф, вот, и там, конечно, можно поискать, и консультанты проконсультируют, а вот, когда обычный человек пришел в Ашан, или пришел там в Литуаль, ну, продадут ему какой-нибудь клиник, в лучшем случае, да, и, в общем, он ему, скорее всего, может и не подойти, вот, поэтому это сложность, я считаю. Средства с SPF тоже проблем, потому что большинство ультрафиолетовых фильтров, они являются липофильными, то есть жир любят, да, и, в общем, они, чем, как говорится, больше SPF, как правило, тем жирнее текстура, поэтому мы очень много, ну, то есть больше года разрабатывали наш SPF-мультипротектор, который уже, так сказать, таким хитом стал с тех пор, как вышел, и, в общем, люди очень, скажем так, воспряли духом с жирной комбинированной кожи, чтобы можно найти хотя бы SPF, спасибо, вот, мне он тоже нравится, потому что у меня как раз кожа комбинированная и склонная к эпизодическим воспалениям, да, вот, и если я неправильно за ней ухаживаю, то буду не лучшим образом выглядеть, несмотря на возраст, оказалось бы, вот, поэтому, конечно, SPF – это очень важно, чтобы, намазавшись им, человек не выглядел как жирный блин, как они любят говорить, потому что много как раз средств SPF, они дают эффект вот этого блеска жирного, за счет того, что невозможно эти фильтры там положить в какую-то oil-free текстуру, или почти невозможно, но вот наши химки-технологи с этой проблемой справились, и, в общем, как бы сделали, слава богу, наш мультипротектор SPF 50+, полностью oil-free текстурой, и, собственно, он еще и не выбеливает, немножечко матирует, поэтому его любят как раз комбинированной и жирной кожей. А те, у кого сухая кожа и нормальная кожа, гораздо проще подобрать SPF, потому что их вот эта проблема не волнует, и, в общем, они, в принципе, любую аптечную марку более-менее нормальную по качеству могут взять, и у них не будет жирного блеска такого выраженного, или наоборот, они даже любят иногда, когда кожа чуть-чуть вот поблескивает, да, а мы вот жирнокожие и не любим такой эффект. Да, по поводу объема, больше объем, я не знаю, будет он или нет, пока не планируется, потому что изначально это все-таки крем, предназначенный для кожи лица, а не для всего тела, хотя, конечно, все его берут куда-то там, когда едут в горы или на море. Да, запись можно будет, Натанина, посмотреть, она будет в записи, все начало вы сможете просмотреть, у нас ребята выкладывают запись вебинаров всегда, там буквально в течение нескольких дней после того, как он там пройдет и сконвертируется. Поэтому на YouTube на нашем канале просто подписывайтесь, колокольчик жмите там, как это все делается, чтобы у вас сигнал пришел, как-то новое видео появляется, вот как он появится, сразу колокольчик прозвенит. Ну и влог у нас тоже там довольно-таки... Если звук пропал, пишите, у меня вроде все нормально показывает, что звук есть. Если вдруг у кого-то конкретно пропал звук, вы просто перезайдите еще раз. Вот, ну если вопрос пишут, никто больше не говорит про звук, то значит все нормально со звуком. Бывает, что интернет пропадает, да, у кого-то, и пропадает то ли изображение, то звук помогает зайти-выйти. Да, он у нас 50+, точнее там 60 с лишним на самом деле ТСПФ по тестам уже как бы от независимых лабораторий, которые при декларировании средств проводятся все вот эти вот испытания. Но так как он больше 50, да, он там больше 60, он 50 плюс у нас, то есть его можно использовать, в общем, при ультрафиолетном индексе больше 6, который. Ну, естественно, если вы делаете пилинг или используете агрессивные средства, то вы тоже будете использовать 50 плюс или хотя бы 30. Вот мы ждем, вот-вот должен выйти шикарный совершенно у нас тональник, ну как тональник, это уходовое средство с СПФ и со сферами, с пигментом, который подстраивается под тон кожи, очень классно, и на самом деле мы вот все влюбились в него, пока у нас клинические испытания шли. Ну вот ждем, что, может быть, в июне должен выйти вот уже, потому что его уже зарегистрировали, просто ждем уже производства. Если кожа очень влажная, жирная, какой уход? Ну вот мы сейчас в конце обсудим по поводу ухода. На самом деле самый основной принцип – это гелевые текстуры, какие-то матирующие текстуры днем, легкие гелевые, прямо проваливающиеся в кожу без образования пленки вечером и держать ПАЖ в слабо-кислом диапазоне, но не сваливаясь в совсем кислый, то есть чтобы не было агрессии. Вот, собственно, и все подходы. Ну мы сейчас в конце еще ухода обсудим, просто мы сейчас, отвечая на вопрос, еще медленно идем. Вот, смотрите, СПФ подбираем с текстурой All-Free для проблемной кожи лучше всего. Ну не только один гельтек есть, конечно, с текстурой All-Free. В принципе, довольно-таки неплохие, можно в аптечных марках поискать, те, которые именно пишут, что они All-Free или Антибриллис и так далее, то есть где нету масел в составе. Правда, ну не всегда. Мне в свое время, пока не было гельтековского вот этого, нравился Аквафлюид Биодермовский, там есть именно его разновидность. Антибриллинс именно для жирной кожи, он есть там с тоном и без тона, но он все равно, когда его наносишь, он жиденький такой, но чуть-чуть все-таки жирный блеск есть, то есть матовости нет. Но это лучше, чем, как говорится, чем ничего, чем обычный какой-то крем с СПФ высокого фактора защиты, который будет очень сильно жирнить кожу. А если он очень сильно жирнит, кожа, как бы, кожное сало выходит, пот выходит, да, она как парник образуется, и у нас сам СПФ смывается в этот момент, это палка о двух концах, то есть мы вроде бы намазали, да, и до 2 часа мы даже положенных с ним не проходим, как уже фактор защиты будет не так работать. Будут какие-то места, даже особенно где кожа вспотела, там где-то, вот, где уже он не будет выполнять свою функцию, поэтому, конечно, нам нужно добиваться идеального результата, чтобы кожа не сильно жирнилась, не потела, не текла, там, как говорится, с населенным СПФ, потому что он просто, ну, смоется с кожи и не сможет выполнять функцию защиты от Солнца. Сложность в подборе очищающих средств. Ну, здесь я как раз имела в виду то, что жирнокожие товарищи, да, и комбинированная кожа, и проблемники все стремятся кожу обезжирить, и это неправильно, потому что чем больше мы обезжириваем, то есть разрушаем барьерную функцию, тем больше кожа пытается из последних сил выработать кожное сало, чтобы эту барьерную функцию удержать, чтобы удержать влагу там внутри. Поэтому здесь как раз и очень много рекламы, маркетинга такого довольно-таки агрессивного со стороны масс-маркета шло одно время, да и сейчас еще продолжает порой идти, на то, что вот средство для умывания жирной кожи, оно там подсушивать должно, туда там добавляют какие-то компоненты более агрессивные, моющие, то есть что моем мы до скрипа, на самом деле, конечно, любой косметолог вам скажет, что мыть до скрипа – это просто вот то, что точно не нужно делать при проблемной коже, потому что мы, разрушая барьерную функцию, мы, в общем, как говорится, разрушаем возможность кожи восстановиться, да, восстановить уровень микрофлоры нормальный и как-то подавить патогенную микрофлору, вообще избавиться от прыщей. И получается как раз шаг вперед, два шага назад. Зимой актуально ли SPF 50 или просто 30? От 30 актуально зимой, если вы используете кислоты, ретинол, делаете пилинги. Если вы используете мягкий уход, увлажнялочки, там какие-нибудь, гиалуроновую кислоту, ну, то есть то, что не разрушает эпидермис, и то, что не влияет от белющих средств, не используете, да, например, то вы можете до индекса ультрафиолетового 2.3 и вообще не использовать SPF между 2, там, 3 и 4. Можете использовать 8-15, то есть обычный наш увлажняющий крем или крем для комбинированной кожи SPF 15. И уже то, что выше 4, там уже нужно 30, то, что выше 6, обязательно 50. То есть проще ориентироваться на индекс ультрафиолетовый. Вот, но на самом деле, если вы у нас на канале подписаны, у нас есть влог, там как раз как подбирать SPF, вот это все говорено, переговорено, то есть тут ничего сложного в этом нет. Вот, двигаемся дальше. Элементы угревой сыпи, просто напомнить хочу, да, закрытые комедоны, когда у нас бугорки такие светлые, да, их иногда путают с милиумами, это с кистами сальных желез. Милиумы, они плотные, твердые, круглые, их невозможно выдавить, убрать, да, то есть они прямо жесткие, их убирают, ну, аккуратно, косметолог иголочкой убирает механическим путем, скажем так. Когда мы регулярно отшелушивающее средство используем, бывает, что милиумы уходят сами. Да, очень часто милиумы возникают, опять-таки, когда человек неправильно косметику подобрал, много использует, там, масел, эмалентов, каких-то комедогенных компонентов, которые ему не подходят, и вот это способствует образованию кист, вот этих сальных желез, милиумов, жестких таких, круглых, просянка это еще в народе называется. А закрытый комедон, это комедон, просто он под слоем таким тонким роговых чешуек, да, и его не видно. Открытый комедон, это уже вот это вот отверстие, которое заполнено или желтыми, или черными роговыми массами, перемешившись с ложным салом. Это все убирается вручную, в условиях чистки лица. Папулы – это круглые, но здесь фотография, там, конечно, и папулы, и пустулы есть на фотографии с папулы, но те, где нет желтенькой головочки, это папулы. А пустулы – это когда уже есть гной, то есть есть капсула с гноем, то есть это уже пустулезный элемент. Вот пустулезный элемент мы в процессе чистки можем удалить, то есть имеем возможность, а папулы мы не трогаем, папулы мы консервативно лечим, стараемся, чтобы она у нас либо превратилась в пустулу, и, как говорится, мы ее можем удалить, либо чтобы она просто ушла сама, как воспаление, вот этот очаг воспаления деградировал сам по себе, не превращаясь в пустулезный элемент, то есть не заполняясь гноем. И уже такие более, скажем так, сложные элементы, гнойные уже, гноя содержащие, это фурункулы и карбункулы, это крупные, огромные такие пустулезные элементы, можно так сказать, которые конглобатные угри, узловые, в которых тоже могут скапливаться как гнойные массы, так и могут быть подкожные, такие плотные элементы, это уже все-таки относится уже к третьей, четвертой, ну, то есть к таким распространенным, к более агрессивным стадиям окне, и, собственно, сами мы с ними, конечно, не справимся. Вот, по степени тяжести, тоже слайдик напомню быстренько, это одна из классификаций, ну, наиболее адекватная, я считаю, то есть когда мы как первую степень расцениваем комедональную форму и немножечко популезных, там, или пустулезных, бывает парочку еще элементов, это тоже, в принципе, как первая степень, ну, просто какая-то часть папул превратилась в пустулу. Вот, то есть фактически немножко комедонов и до 10 воспалительных элементов на коже, то есть при первой степени окне мы имеем право делать механическую комплексную чистку. Если больше 10 воспалительных элементов, то мы, как правило, чистку можем делать только травматическую, и, то есть без экстракции воспалительных элементов вручную, и, соответственно, консервативно лечь уже. Вот, с первой степенью мы можем справиться, в принципе, только уходовыми средствами. Вторая степень – это комедоны, папулы и до 10 пустул, то есть уже гнойников прилично, 10 штук на лице, да, уже понимаете. Третья степень – это уже и комедоны, и папулопустулезный сыпь, и могут быть даже узлы, то есть это крупные слившиеся элементы, такие подкожные, которые болезненные, которые могут, собственно, вот уходить и опять на этом же месте возникать, то есть такие неприятные. И четвертая степень – это когда уже выражена воспалительная реакция и поражена дерма, вот как раз третья-четвертая степень, она уже оставляет следы, то есть трубцы гипотрофические, а не просто пятнышко пустакна, которое там за несколько недель уйдет самой, или побыстрее, если ему помочь. Здесь уже узлы, кисты, свищевые ходы между этими узлами могут быть, то есть это уже серьезное заболевание, которое, как правило, требует назначения системных ретиноидов чаще всего. По распространенности процесса считается вовлеченность областей тела, если там только лицо поражено, или лицо, там и шея, там предплечье чаще всего, в смысле не предплечье, а плечи чаще всего поражаются, и спина еще, и грудь бывает поражается. То есть если, соответственно, одна область вовлечена, это уже там первая, вторая может быть степень, там две, три и более, это уже там вторая, третья, четвертая, соответственно. Значит, здесь уже понятно, что если мы имеем дело с первой степенью, то мы можем справиться уходом, например, если у нас вторая степень и дальше, то нам желательно посетить специалиста. Если вы косметолог-эстетист, то отправляйте спокойно своего клиента к специалисту, и, собственно, специалист ему назначат лечение, а вы будете уже, как говорится, заниматься уходом. И более того, когда специалисту, например, нет времени заниматься уходом, то пациент будет очень вам благодарен, если вы подберете ему правильный грамотный уход, который поможет специалисту быстрее его вылечить. Это будет вообще замечательно. Основные ошибки тоже быстренько напомню пациентов и косметологов, из-за чего все это. Мы это, конечно, уже проговорили частично, но просто чтобы этим слайдом завершить. Неправильное определение типа состояния кожи, сухости, безвоженности, то, что мы вначале как раз долго обсуждали. Неправильный подход домашнего ухода, то есть это агрессивное очищение, это какие-то спиртосодержащие средства, нелокально использующиеся. Это препараты, которые повреждают гидролипидную пленку и разрушают наш защитный барьер, когда они применяются, скажем так, бесконтрольно, слишком часто, очень много и, в общем, хаотично. То есть, да, сюда относятся и скрабы, и кислоты, и бодяга, которая на просторах интернета очень популярна. Но одно дело, капелюшечку этой бодяги на элемент постак, надолго не уходящий, наносить несколько раз, как говорится, чтобы рассасывающее действие проявилось, а другое дело, когда делают прям маски, примочки из этой бодяги, и потом с ожогом фактически поступают уже в драматологическое профиль, какие-то лечебные учреждения. Да, на самом деле, скрабы – вещь такая. Опять-таки, то же самое, как то, что я говорила вам, Надежда, про кислотные умывалки. Тут надо смотреть на сам абразив, на то, в каком виде находится этот скраб, в какой текстуре он находится, да, много ли там абразивов, потому что бывает скраб, который сам по себе, например, в составе имеет там энзимы, еще что-то, да, он является, по сути, каким-то легким пилингом. Кроме того, бывают скрабы, в которых косточковые там или какие-то еще частички, которые не отшлифованы идеально, не кругленькие, там, не гладенькие, то есть они не полируют кожу, а именно царапают. И, естественно, это повреждение кожи, это действительно нам, как говорится, здоровье не добавит этой кожи. Вот, поэтому еще зависит от справа. А если, например, частички гладко отполированы, и их много, то есть вы когда наносите, потому что зачастую покупаешь, ну, в масс-маркете особенно, да, например, какой-то скраб. Там вот этот гель, в нем там елозит несколько частичек какой-нибудь косточки, и вот эта частичка катается там тебе по коже, то сюда попало, то сюда попало, да. В общем, равномерности нет распределения. Хорошие скрабы, качественные, вот даже взять скраб для тела, там наш клинтековский энергиобновление, который многие используют для лица при грубой коже, там. Почему? Потому что там очень много этого абразива, там фактически весь гель – это абразив. И он полирует, то есть фактически, ну, есть, например, наждачка, да, какая-нибудь там номер у нее низкий, да, чем там сошлифовывают, да, чего-либо, да, с поверхности дерева, а есть наждачка там тысячная, да, нулевочка совсем, которая полирует, да, или вот эти пилки, да, тоже такой аналогии может привести, пилки для ногтей, да, есть, которые может спилить ноготь, а есть, которые, вот, пафы или бафы, как они там называются, в общем, полирушки, полировочки, вот, так вот, когда мелкий абразив хорошо шлифован, это полировочка, он как бы сглаживает чешуйки и, в общем, в принципе, имеет право на существование, а вот эти вот царапающие скрабы, агрессивные, они, да, они кожу повреждают, и вообще, если на коже есть воспаление, скрабы нельзя, то есть скрабы можно тогда, когда нет активных воспалений на коже, вот, гамажи тоже, кстати, они ничем не лучше, вот, то, что спрашиваете скрабов, потому что они, ну, как правило, они на парафине или каких-то подобных там целлюлозных частичках, которые фактически скатываются, люди думают, что это они эпидермис, с грязью скатывают, на самом деле они вот эти частички, которые в составе его скатывают, подсохшие, но вот это вот само трение, да, оно, скажем так, тоже повреждает кожу не меньше, чем, например, скрабирование, и оно раздражает кожу, опять-таки, если кожа грубая, плотная, можно делать гамаж, такую скатку, да, можно делать, в принципе, не царапающие, полирующие скрабы, можно делать там какие-то средства отшелушенности на основе рисовой пудры, той же, да, когда мы, вот эта пудрочка, она прямо под руками растворяется, да, или частички воска, жаба, то есть, в принципе, есть возможность отполировать, потому что не всегда есть возможность просто химическими средствами растворить вот эти кожные чешуйки, иногда действительно их нужно отполировать, или иногда там после пилингов, там, в реабилитационном периоде нужно мягенько что-то сделать, да, тогда используются, как правило, энзимные средства, которые растворяют вот эти чешуйки, корочки, а потом мягкой вот такой салфеточкой, этой влажной, это энзимное средство снимается, и вот сама вот эта вот салфеточка является мягким-мягким нежным абразивом, вот, то есть, такие нюансы тоже можно, как говорится, использовать, энзимный пилинг, кремовый порошок, хорошая вещь, да, но вот я, например, предпочитаю гелевые, а-ля наша энзимная маска, почему? Потому что порошковые энзимные пилинги, с ними просто возни больше, они работают только в влажной, тёплой среде, то есть, их нужно закрыть плёнкой, их нужно закрыть тёплым полотенцем, за время экспозиции нужно несколько раз сбегать к полотенценценагревателю или к микроволновке, в худшем случае, нагреть это полотенце, да, ещё раз уложить, иначе он просто работать не будет, вот, так, в принципе, можно, конечно, ими пользоваться, но, например, энзимные пилинги, их просто нанёс, плёнкой закрыл, или вообще ничем не закрыл, или массаж влажными руками по нему сделал, и, как говорится, готово дело. Если мы берём энзимный пилинг порошковый, там придётся повозиться, поэтому как раз, ну, это больше кабинетный вариант, чем для себя, например, дома. Ну, и вернёмся к нашему неправильному подбору домашнего ухода, да, жиросодержащую текстуру, ну, мы об этом уже обговорили, да, вот, а некачественная просроченная декоративная косметика, это тоже основная ошибка пациентов, да, некачественная, может быть, и поры забивать, и прочее, и, в общем, дешёвые базы, вот эти вот базовые сами компоненты, которые, из чего состоит крем, например, и, может быть, просроченная, потому что не проследили за сроком годности после открытия, например, обратили внимание только на срок годности после выпуска, а это не одно и то же, то есть всегда есть на баночке вот эта вот открытая баночка, ну, должна быть, на которой написана циферка, да, то есть там 6, может быть, 12, может быть, иногда редко, 24, ну, то есть когда мы открыли уже банку, да, воздух попал уже в наш флакон, да, уже перестали работать консерванты, консервирующие изначально воздушную среду, а не только сам крем, например, от этого момента отсчитывается срок после открытия, и поэтому мы вот этот срок должны обязательно пометить. Я, например, на наших вот флакончиках, которые у меня идут, например, на мастер-класс и так далее, вот здесь вот в гильдейке, которые хранятся или в кабинете на своих флаконах, я пишу всегда там число и open, когда я его открыла, я всегда маркером пишу, когда я его открыла, потому что у меня может там он простоять, например, месяца 3 после покупки, потом я его открою. Вот, если я не помню, когда я его открыла, я ориентируюсь на срок выпуска, то есть после выпуска я отсчитываю срок после открытия, ну, вот если я забыла написать. И, а так, в общем, в принципе, в течение всего срока выпуска, например, 2 года в среднем наши средства хранятся гильтековские, да, соответственно, если я его купила, я могу через полгода его первый раз открыть, и он у меня будет храниться еще 12 месяцев, например, да, вот, после этого открытия. Но главное, чтобы время после открытия не превышало срок, когда завершается вообще возможность использования этого средства, то есть сделано средство у меня сегодня, да, там, 20 мая 2021 года, хранится оно до 20 мая 2022 года, соответственно, я могу, и после открытия срок 12 месяцев, например, то есть я могу его открыть не 20 мая, а осенью, например, и еще до осени, например, 22 года теоретически, 23-го, получается, сейчас 21-м, то 23-й год, то до осени 22-го года я его могу использовать, а если бы я его открыла еще позже, то я могла бы его использовать 12 месяцев, но не позже 20 мая 2023 года, понимаете, да, я не запутала вас, вот, то есть как бы, допустим, у нас два года после открытия, да, 20 мая 2021-20 мая 2023, соответственно, я в течение этого срока могу его открыть в любое время, чтобы у меня получилось 12 месяцев, которые закончатся не позже 20 мая 2023 года, вот, да, вот клеить стикер, да, я этим маркером пишу, вот, правильно делайте, это очень важно на самом деле, несбалансированное питание и нарушенный питьевой режим, ну, об этом мы говорили, да, несбалансированное питание, действительно у нас там быстрые углеводы, всякий сахар преобладает, инсулин у нас очень много вырабатывается, да, если сахар мы переедаем, вот, и это тоже, конечно, способствует возникновению испарительных элементов у многих людей и нарушенный питьевой режим, соответственно, мы это уже обсудили. Прекращение лечения, возобновление, использование декоративной косметики при первых признаках улучшения, это тоже такой момент тонкий, но важный, потому что люди, да, действительно у них чуть-чуть улучшается состояние, и все, они уже пообещали драматологу не пользоваться декоративкой какое-то время, да, а у нас лечение обычно долго происходит, там, минимум 3 месяца, 3-4 до какого-то хотя бы получения результата от лечения воспалительных элементов, и тут они там через 4 недели вместо там 8-12 недель начали использовать косметику, потому что у них вроде прыщей стало меньше, и получается еще больше обострения. Вот, чередование множества лечебных препаратов косметики не дожидаясь должного эффекта. Вот это как раз очень такой момент, который я вот сейчас перейду на следующий слайд, хотела прямо обсудить, вот, потому что действительно люди пытаются, ну, точнее, хотят, чтобы у них помогло сразу, там, через неделю, через две, на самом деле, конечно, не способны, увы, как бы это ни было прискорбно, да, не способна косметика никакая и лечебные средства не способны быстро убрать это все, стереть ластиком, это только маркетологи могут обещать, а на самом деле такого не бывает в жизни. Самостоятельное выдавливание воспалительных элементов, это тоже проблема, потому что люди это делают чаще всего без соблюдения правил асептики, антисептики и, увы, просто заносит себе инфекцию дополнительную. Косметологи тоже ошибаются, не скорректируют домашний уход, по какой-то причине времени нет, желаний нет, вообще не хотят заниматься домашним уходом. Не расписали режим питья и питания, да, то есть не сказали, да, не сообщили пациенту о том, что ему лучше не есть, что ему лучше не пить или наоборот пить. Вот, сразу назначили, всю тяжелую артиллерию. Тоже это такой немножко неверный подход. Конечно, зачастую дерматологи, особенно старые закалки, работающие в КВД, этим страдают, но сейчас, слава богу, у нас в доступе для любого врача и гайдлайны, и импортные наши, и клинические рекомендации, и все там, в общем-то, довольно-таки понятно расписано. Поэтому не нужно сразу, как говорится, особенно женщин в детородном возрасте, назначать, системные ретиноиды, да, ну или там, допустим, какую-то агрессивную терапию сразу, да, нужно попробовать скорректировать домашний уход, нужно сначала, скажем так, не очень агрессивные средства попробовать, и потом уже постепенно усиливать действие. Вот, и, конечно, это не касается тех случаев, когда молниеносные вот эти фульминантные формы, конглобатные угри возникают, там понятно, что сразу требуется сильное такие назначения, тяжелая артиллерия как раз, да, но это встречается не так часто, чаще это встречается, кстати, у мужчин, вот, и, в общем, мужчинам, как правило, более безопасно назначать системные ретиноиды, те же самые, потому что они не могут внезапно забеременеть. Они объяснили про профилактику, да, опять-таки, то, что мы обсуждали сейчас целый час, это PH, это гиперкератоз, каминогенность, искать компоненты в составе нашей декоративной или уходовой косметики, которые нам нельзя, да, нам нельзя воск там какой-нибудь, нам нельзя парафин, петролатум, вазелин нельзя, то есть это может быть из-за парафина, то есть такие вот ингредиенты, которые будут закупоривать поры, вот. И, ну, вообще, естественно, чем легче средство, чем более оно похоже на гель, чем на крем или мазь, тем больше шансов, что оно подойдет для комбинированной жирной кожи. Вот, а что еще бывает, что косметологи ошибаются, это использование чистки или массажных техник при наличии большого количества воспалительных элементов. К сожалению, к сожалению, этим страдают очень часто косметологи-эстетисты без медобразования, потому что, может быть, так обучают на каких-то курсах, может еще что-то, не боятся, как говорится, вот осложнения какие-то сделать пациентам, ну, с опытом, конечно, приходит, что, ну, вот поначалу бывает, что ошибаются, и используют массажи, используют там те же самые чистки комплексные, когда есть большое количество воспалительных элементов, и получается, что состояние пациентов ухудшается. Массажные техники тоже нельзя использовать на фоне обострения, потому что ускоренный ток лимфы, он как раз способствует выходу большего количества воспалительных элементов наружу, и, в общем, не всегда это хорошо, и когда есть гной, когда есть какой-то воспалительный процесс, нам, в общем-то, массаж не друг, а враг. Массаж, например, щипковые массажи по Жаке-Поспелову, они делаются, когда мы уже подлечили воспаление, и у нас остались элементы пост-такны, и когда у нас просто жирная кожа, немножко эти виды массажа стимулируют выход кожного сала, особенно если густое, и эти виды массажа не делаются по жирным средствам, по маслу и так далее, они делаются по антисептической пудре или тальку, то есть они довольно-таки безобидны, но, опять-таки, их тоже нельзя делать, когда есть активное воспаление именно прыщи. И вот мы, собственно, медленно, но верно, пришли к тому, ради чего, собственно, я этот вебинар затевала, да, это вот именно нюансы и тенденции вообще подхода к АКНЕ и к лечению актоформидерматозов именно в условиях современности. Что у нас в современном мире изменилось, и вообще, что нам мешает быстро лечить АКНЕ? Во-первых, антибиотикорезистентность, потому что у нас те антибиотики, которые работали хорошо на коже еще 10-15 лет назад, они сейчас уже не работают. Если раньше можно было как средство СОС спокойно использовать тот же самый левомиколь, всеми любимый, с левомицином в составе, то сейчас, к сожалению, зачастую не работает. Те же самые сульфаниламиды, Котарикс, Мазол тоже, Тримаксазол, он не работает сейчас к нему устойчивостью, устойчивость к макролидам, то есть это эритромицин тот же самый. Появились штаммы устойчивые к тетрациклину, доксициклину, что очень плохо, потому что эти антибиотики, они, в общем-то, в первой линии лечения каких-то форм дерматозов, когда у нас преобладает постулезный сыпь. Клиндомицин, один из самых таких известных накожных антибиотиков, тоже сейчас появляется, он как раз в меньшей степени, но сейчас тоже появляются, к сожалению, исследования очень много и вот эти вот когортные, когда, в общем, выявляется устойчивость в больших групп людей к флоры, условно-патогенной, к клиндомицину даже. И четко просреживается связь с применением антибиотиков в анамнезе, то есть бесконтрольное чаще всего самоназначение антибиотиков, как наружных, так и внутрь, да, по любому насморку и чиху допьем антибиотики для профилактики, и, в общем, это приводит к тому, что вообще у нас потом серьезные патологии, нечем лечить. Вот это как раз такой момент очень важный, и поэтому если, например, раньше импетига можно было вылечить левомиколем, то сейчас нам нужен мупероцин для этого, и той не всегда он помогает, да, то есть когда педермия такая агрессивная. Психологический аспект, это тоже важный момент, потому что сейчас, ну, мало того, что люди вообще в стрессе находятся, увы, да, как бы это ни было грустно, но понятно, что доступ к информации в медиа, да, то есть куча информации в интернете, которую люди ищут, копают, не могут отдифференцировать, как говорится, зерна от плевел, котлеты от мух, и, к сожалению, это как раз приводит к тому, что, во-первых, люди неадекватно свое тяжесть и состояние оценивают, чаще всего завышают, но бывает, что и нет. Навязанные стереотипы, инстаграмы и все прочее, вот эти вот фото с фильтрами на фронтальной камеры телефонов, они создают иллюзию, что есть люди с идеальной кожей, да, вот, и, собственно, те люди, которые не обладают идеальной кожей или не фоткают себя на хорошую фронтальную камеру, думают, что все, жизнь закончилась, я урод, у меня куча прыщей и неровный рельеф, и что же мне делать, да, вот, и фотошопом я не владею. Увы, вот эти навязанные стереотипы, они приводят к тому, что люди действительно находятся в стрессе и, в общем, безвыходную какую-то ситуацию создают для них, да, и очень хорошо, очень ухудшают качество жизни таких пациентов. нереалистичное ожидание терапии, это тоже стресс, да, стресс, это всегда ухудшение состояния, то есть человек думает, что за неделю ему поможет, да, вот, и, собственно, не верят врачам, врачебным назначениям, то есть побочные эффекты, все, перестали пользоваться, не помогло через неделю, перестали пользоваться, полезли в интернет, начали искать для самолечения какие-то варианты, не дожидаются того момента, когда это лечение должно было помочь, а в среднем 8-12 недель, это средний курс, средний курс, да, лечения любого вот этого вот патологического состояния со спалениями, то есть мы должны дождаться этого момента, и тогда только можем говорить о том, что курс лечения эта схема помогла, да, вот, существуют, конечно, нюансы, когда у нас есть средства, которые, допустим, мы оцениваем результат примерно, что начало ли, грубо говоря, помогать, да, спустя там месяц-полтора, и дальше продолжаем лечить, если не помогает там за месяц-полтора, то мы там добавляем что-то еще или меняем, но это уже, как говорится, динамическое наблюдение специалиста нужно, но все вот эти вот проблемы, когда бросают лечение, когда добавляют что-то свое, что ему не назначали, когда заменяют сами, да, не посоветовавшись с врачом, снижает вообще комплайнтность, так называем это понятие, да, комплайнтность к врачебным назначениям, то есть это лояльность, это доверие, да, комплайнтность, то есть когда тебе назначили, ты следующий рекомендациям, да, или когда ты наплевал на все рекомендации, пошел, как говорится, бодягу себе на лицо класть, поэтому здесь как раз это ведет к тому, что люди начинают пробовать что-то, что просто потом не позволяет их быстрее вылечить или вообще смазывают клиническую картину так, что вообще непонятно, что там с пациентом, да, потому что бывает настолько агрессивные какие-то средства сами себе люди назначают, что потом непонятно, это просто акне или это у человека розация, а может это стероидная розация, потому что он глюкортикоиды применял, не посоветовавшись ни с кем на протяжении там трех месяцев подряд, то есть всяко бывает, поэтому вот это, конечно, вот этот психологический асфект, он очень важен, и поэтому как раз лечение акне и акнеформных дерматозов это достаточно сложное такое занятие, вот, но из хорошего, из хорошего это возможность объективного контроля, то есть если раньше мы не делали, как правило, врачи там до и после фото и так далее, сейчас мы можем взять использовать, например, видеодерматоскопию, мы можем сделать видео до, видео в процессе, после, чтобы пациент сам мог оценить, помогает ли схема лечения, и это объективный такой, объективный взгляд, да, аппарат, он все-таки не врет, который дерматоскоп, здесь уже все-таки комплайентность повышается, и мы имеем шанс долечить пациента все-таки до ремиссии. Комбинированная терапия вместо монотерапии, да, очень часто раньше назначали какой-то один препарат, чаще всего это был антибактериальный препарат, вот, сейчас все-таки есть средства, которые либо сами по себе комбинированные, да, тот же самый адапален комбинируется с клиндомицином, да, либо мы назначаем в составе двух каких-то средств, которые содержат моно какой-то ингредиент активный, и просто назначаем, допустим, один утром, один вечером, вот, можем комбинировать различные компоненты, ретиноиды, антибактериальные, если чувствительность флоры не нарушена, да, бензоэлпероксид, тот же самый, который помогает, он достаточно агрессивный, но он помогает зато не образовываться рубцам сильным, глубоким, когда есть склонность к глубоким, к узловым таким, вот, тогда бензоэлпероксид показан. Азлоиновая кислота, она второй линии препарат, но она очень мягко, хорошо воздействует на, как раз, и на выродку лукожного сала, и на гиперкератоз, и сосуды тоже укрепляет, то есть нет склонности к раздражению, покраснению на фоне применения азлоиновой кислоты чаще всего, да, но если, конечно, препарат нормальный, да, то есть не очень агрессивный. Поэтому здесь как раз достаточно много у нас возможностей появилось, да, и сейчас современная такая тенденция все-таки, сейчас очень много исследований проводится на тему микробиома, барьерной функции, вообще антиполюшин каких-то средств, защиты кожи от агрессии внешней среды, потому что мир понял, что, как говорится, все вычистить, да, от любых микробов, это не выход, да, потому что мы убьем и полезных, и вредных. А полезные микробы нам нужны, необходимы, и поэтому здесь как раз вот сохранение барьерной функции, сохранение нормальной микрофлоры, изучение вообще этого процесса, это сейчас такой тренд, можно сказать, в косметологии, и в общем это правильно, поэтому мягкое очищение, снижение агрессивности лечения, сохранение барьерной функции и вообще помощь пациентам лучше переносить агрессивное лечение, это сейчас, в общем-то, правильный тренд, я считаю. Вот, основные работающие ингредиенты с доказанным противоспалительным эффектом, они фактически не изменились, они есть как в уходовых средствах косметических, так есть и в лечебных, это ретиноиды, это в общем-то первая линия, второй линии это злоиновая кислота, ну, я не беру здесь медикаментозные, я взяла только те средства, которые в косметике можно съесть, потому что тот же самый бензоилпероксид, он редко когда встречается в косметике, хотя есть средства с ним косметические, там вот у Абаджи Медикал есть, например, на бензоилпероксиде, клинзидерм, ну, тоже такой же агрессивный, в общем-то, как базирон, локально его лучше использовать, но это, в общем, больше лечения уже, чем уход, а ретинол может использоваться в уходовых средствах, чаще всего с антиэйдж целью, но при этом он будет снижать количество и вообще выраженность воспалений, если кожа к этому склонна. Азолаиновая кислота используется в косметике, у нас есть сыворотка стопакне, например, с 10% мазелоглицином, вот тоже и сиборегулирующий эффект, там еще дополнительно сиборегулирующий комплекс добавлен, и, собственно, есть какие-то компоненты, которые поддерживают барьерную функцию, тот же Депантенол, там, те же пребиотические компоненты, и, собственно, азолаиновая кислота очень хороша, например, при как раз даже не классическом акне, а вот как раз когда розация, паплопосулезная стадия розации, и, в общем, когда есть еще проблемы с сосудами, например. Миндальная кислота тоже очень хорошо решает проблемы и с микробами, и с сосудами, то есть, вот поэтому наш альфадерм, который вышел сравнительно недавно с миндальной кислотой, он себя показал, причем уже постклинически, то есть, когда уже провели все испытания, средство вышло уже в продажу, посыпались отзывы от пациентов, которые рискнули такие все-таки средства с кислотой использовать, имея, например, склонность к выкраснениям и розации, как бы, и обнаружили, что эти покраснения стали меньше, то есть, они стали уходить, вот, и азолаинового пилинга, к сожалению, у нас пока еще нет, в разработке есть у нас пилинг антиакне, но пока еще над ним химики колдуют, пока еще нет, у нас есть в сезонный пилинг с миндальной кислотой, миндальной, с фируловой и молочной, такой, как бы, который можно, в принципе, даже всесезонно использовать, ну, при условии, понятно, адекватной защиты от солнца, вот, он в гелевой форме, то есть, коллоидная система, PH246, в принципе, его можно использовать и как флеш-вариант такой на выход, да, можно использовать как более такой, чуть пожестче вариант, если наносить его послойно, ну, у нас есть про этот пилинг, в принципе, видео даже на канале, есть у нас, на самом деле, если по нашим средствам какая-то есть, какие-то есть вопросы, просто заходите на наш сайт и в каждом, каждом, в каждой карточке препарата есть, как правило, видеообзор на эти препараты, то есть, я лично их записываю для гельтек и там стараюсь все вот там в те пять минут, которые мне отведено, поговорить про средства, то есть, все нюансы указать, поэтому всегда ориентируйтесь на видеообзор и, в общем, вопросов, я думаю, особо не останется. Вот, неоцинамид тоже, неоцинамид у нас и регулирует куртку кожного сала и, соответственно, сужает поры, да, разжижает его немножко и сосуды укрепляет, то есть, это такой очень классный антиоксидантный компонент, который можно использовать для разных целей и, в том числе, для кожи проблемной. Вот, скоро у нас выйдет несколько, прям целая плеяда средств, в которых будет он присутствовать, но сейчас в антикуперозном геле у нас не неоцинамид, а неоцин есть, да, то есть, как бы неоцинамид у нас присутствует в нашей сыворотке с ретинолом, ну, это больше как бы осенне-зимний вариант, вот, ну, в ретидермах у нас в 0,25 и в 0,5 он есть, вот, и дальше будет тоже, ждем новинок, которые сейчас у нас проходят в клинической испытании, где тоже будет неоцинамид, не первую, скажем так, в смысле, не последнюю скрипку играть роль, да, не последнюю, и, в общем, это такой очень хороший компонент. И вспомогательные компоненты, про и пребиотики, то есть, лизаты бактерий, инулин, альфаглюкан, фукагель, ну, то есть, все компоненты, которые подкармливают бактерии, либо стимулируют их размножение, да, вот, сера, как вспомогательный компонент, ну, это наш известный гель Демотен, который продается в каждой аптеке, все его знают, вот, там как раз 1% серо идет как действующий компонент, но при этом он увлажняет хорошо за счет гиалуроновой кислоты, успокаивает за счет алоэ, ну, в общем, в принципе, его и так все знают, сера там позволяет контролировать, вот, чтобы эти патогенные микробы не колонизировали нашу кожу, да, все-таки как-то приструнить их размножение помогает, естественно, Демотен не является лечебным средством, потому что тоже иногда бывают завышенные ожидания, да, человек где-то на форуме краем уха слышал, что вот Демотен хорошо помогает при акне или там при розации, при демодекозе чаще всего, да, его назначают драматологи как вспомогательный уходовый препарат на фоне лечения, и покупают этот тюбик и думают, что сейчас третью стадию акне, они им вылечат. Нет, такого быть не может, это поддерживающий средство, это лечебно-профилактический уход, у него есть в составе протисполитный компонент, но он не может заменить, конечно, лечение, если оно показано, вот, зато на фоне лечения, например, человек принимает системные антибиозы, системные ретиноиды, то есть, ну, грубо говоря, сидит там на рокутане, как говорят они, да, я сижу на рокутане, вот, принимает рокутан, например, у него этот рокутан дает, соответственно, системные эффекты, да, то есть, помимо того, что он работает в той области, за которой, собственно, с какой целью его назначили, он еще и увеличивает чувствительность кожи, пересушивает ее, кожа становится очень реактивной, она теряет влагу повышенно, да, и, соответственно, что пациент пойдет, да, за кремом зажирным? Нет, он должен пойти за гелем, желательно с противоспалительным компонентом, вот там как раз демотен будет прекрасно ему все увлажнять, подсушивать, чуть-чуть, как говорится, то есть, не давать жирниться кожи, то есть, не мотировать, подсушивать, а именно не давать жирниться, потому что там нет жира в составе, вот, и вот серы как раз будет контролировать, чтобы там пропионобактерия акне, которую сейчас в современном мире называют кутебактерией, она сменила свое название, но от этого она не перестала быть пропионобактерия акне, вот, и, собственно, клещный модекс не будет вот так вот бесконтрольно размножаться, да, из присутствия серы, потому что серу эти бактерии они не любят, и подсушивающие симптоматические средства на основе коалина, цинка, производная цинка, коламин тоже очень хорошо еще и успокаивает, ну, то есть, это локальные такие вот какие-то средства для того, чтобы наносить на сами воспалительные элементы, либо это маски на основе коалина, которые подсушивают, поросуживающим эффектом обладают, как правило, в чистках используется, вот, чтобы сохранить барьерную функцию, мы уже, собственно, к этому слайду, мы, можно сказать, подошли в начале, да, мы это все обсудили на фоне вопросов и так далее, вот, еще раз проговорю, мягкое очищение, обязательно тоник, чтобы PH восстанавливать, либо нейтральный, чтобы был у него PH, либо слабокислый тоник для такой кожи, вот, со слабокислым мы обсудили благодаря вопросам от надежды, что когда их применять, как часто применять, да, что их не нужно постоянно применять, вот, но нейтральный тоник обязательно, в тонике не должно быть PAF, то есть поверхностно активных, у нас тоников на самом деле много, или вы имеете в виду, каким лично я пользуюсь, я лично пользуюсь лосьонным концентратом NEO, потому что мне уже далеко за 45, вот, и поэтому я люблю, когда есть еще активные компоненты в составе, и поэтому, собственно, для вот тоничной тусклой кожи, для кожи там 40+, хорошо лосьонный концентрат NEO, для комбинированной кожи очень хорошо подходит, кстати, с тоник с ахокислотами я тоже люблю в осенне-зимний период использовать, и когда, допустим, обостряется, что-нибудь такое, вот, что-нибудь выскочило, да, съел что-нибудь сладенькое, вот, у меня старший ребенок-подросток, тоже ахотоник, наш очень хорошо освежающий, помогает, если какие-то вот эпизодические высыпания происходят, и альфадерм, мы очень возлюбили в последнее время, но вот из тоников я больше предпочитаю такой, ну, если вот вы меня имеете в виду, вот, если вы имеете в виду, какие тоники есть в гельтеке, то там есть разные тоники, есть больше подходящий, ну, как универсальный, какой для чувствительной кожи, это с гидролизатом, коллаген, алоэ вера, для жирной комбинированной кожи хорош тоник, для жирной проблемной кожи, он причем без спирта, без всяких подсушек, он такой балансирующий, вот, ждем опять-таки от разработчиков, у нас будут еще, выйдут некоторые новинки, не буду пока тайно раскрывать, но которые как раз тоже вот хорошо войдут в схемы ухода за проблемной кожей, вот, у нас есть саха кислотами тоник, у нас есть вот лосьонка циатнео, которую можно использовать с сосудоукрепляющими компонентами, как раз для более возрастной, или просто тоничной тусклой кожи, или кожа сразаться с каким-то склонностью к куперозу, покраснением, вот он очень хорошо для этого варианта годится, и там липосомальный дегидрокверцетин, такой многофункциональный актив, вот, то есть как бы, и есть у нас тоник с гиалуроновой кислотой, эластином, который имеет гелевую текстуру, ну, как корейский тонер, наверное, вот на ощупь, его можно ручками наносить, можно ватным диском, но он не, им невозможно кожу оросить, да, то есть как бы он так, плюется, такой, как сывороточка, вот, его больше любят как раз для сухой, обезвоженной кожи, он может порой заменить даже какую-то сыворотку, ну, не привыкнет, чем пользоваться, вот он умылся, тоником с гиалуроновой кислотой, эластином, протерся, и уже можно быть спокойным, что кожа достаточно увлажнена, вот, тоник обязательно нужен, тоник не должен содержать ПАВ, что я хотела сказать, да, очищающих компонентов, наши тоники все правильные, они не содержат ПАВ, то есть они не содержат ни полисарбатов, ни полоксомеры 184, если видите эти компоненты в составе тоника, значит, это фактически не тоник, а очищающие средства, ну, мицеллярка, условно говоря, вот, а тоник, он должен содержать, там, воду, максимум какие-то экстракты, там, может быть, кислоты содержать, может, там, какие-то массирующие частицы содержать, если это тоник, который предполагает взбалтывание какое-то, но он не должен содержать моющих основ, дополнительное увлажнение, смягчение кожи некими дагенными средствами, тоже важно, но мы это все, конечно, тоже уже обсудили, нам нужно избегать воска, производных парафинов, вазелина, да, зелин, как петролат, петролат, если видите, составит все на полку обратно, если у вас проблемная кожа, и, действительно, смягчать кожу нужно, да, но это должны быть легкие эмульсии, это может быть, ну, увлажнять, понятно, можно и гелевыми текстурами, вообще без масел, но если это какие-то масляные средства, то желательно, чтобы там не было вот этих тяжелых компонентов, которые дают прям вот недышащую пленку, зимой, в принципе, даже для жирной и проблемной кожи, у нас клиенты наши пользовались очень часто нашим новым, относительно новым препаратом, это церамидный гель, наш скинсейвер, это фактически по структуре он напоминает праймер, да, то есть у него там силиконово-масляная текстура, много масел, уходовых, церамиды в них растворены, и еще несущий такой компонент вместо воды, это летучие силиконы, силиконов не надо бояться, они силикон силикону рознь, да, если обычный диметикон тяжелый, да, он может закупорить поры, и то не всегда, то, например, циклопентасилоксан, то есть летучий силикон, он нужен только для того, чтобы это масло, которых там много, да, например, в составе средства, чтобы оно не жирнило кожу, не было эффекта маслянистости, поэтому, когда вы наносите тот же самый скинсейвер, он у вас сначала маслянистый, а потом буквально там через 3 минутки он становится просто матовой, бархатистой кожей, потому что улетучивается вот этот силикон, и тащит за собой вот эту бархатистость. Этот гель, в принципе, можно закрывать кремом с SPF, можно тональник на него класть, его многие используют, ну, обычно с сухой нормальной кожи, конечно, используют как праймер под мейк, то есть как обычный праймер, только с уходовыми компонентами, потому что, если вы посмотрите на декоративные праймеры, у них приблизительно такой же состав, просто нет такого количества уходовых компонентов. Как бы этот все-таки наш гель, он больше предназначен для реабилитации после пилингов, то есть когда вы уже отпользовались регенерацией, да, нашим заживляющим гелем вот этим, который все любят и знают, гелем интенсив регенерации, когда у вас только-только была повреждена кожа, и потом стали уже корочки образовываться, то вы можете использовать на регенерацию вот этот вот барьерный гель, который будет фактически прилеплять эти корочки обратно, не давать вам судорожно в лифте отколупывать чего-нибудь, да, и получать потом пигментные пятна на этом месте, и комфортно переносить реабилитационный период после пилингов. Кроме того, его очень хорошо использовать на губы, кутикулу, то есть, ну, в принципе, я о нем очень много говорила уже, когда он вышел, и в нашем обзоре тоже есть, то есть вы можете посмотреть ради интереса. Вот, да, он актуален для любой кожи, зимой, как можно, как вместо колд-крема его наносить, он будет лучше, конечно, чем какой-нибудь крем на основе воска и парафина, который не факт, что вы хорошо смоете, и потом могут прыщи от него быть. Вот, а от этого вряд ли вы что-то получите плохое, потому что он имеет такую специфическую текстуру. При всяких атопических делах, ну, не буду сейчас на этом подробно останавливаться, потому что очень много времени у нас выходит, у него нейтральный ПАЖ, ну, там, в смысле, у кого вы имеете в виду ПАЖ? У геля, у скенсейвера, у скенсейвера нет ПАЖ, потому что нет воды, ПАЖ может быть водородным показателем, только средств, у которых есть вода. Вот, он только называется гель, потому что текстура прозрачная, такая гелеобразная, на самом деле там воды нет, то есть там не может быть ПАЖ. Вот, это просто масло и силикон, вот, и церамиды. ПАЖ может быть только в водной среде. Если я правильно поняла ваш вопрос, да, если вы про скенсейвер, надежда, про скенсейвера нет ПАЖ. Вот, смотрите, строго, ну, про пребиотики мы уже обсудили, да, лизаты, всякие, инулины, альфаглюканы и прочее, желательно в уходе. Строгое выполнение инструкции по нанесению препаратов, совмещение их, вот это очень важно, потому что, когда человеку назначают ретиноид, топический, да, например, адопален, или еще более агрессивный вариант, адопален, в смеси с бензелпероксидом, это небезызвестный препарат, эфизел, очень эффективный, хороший, да, но со своими нюансами. И даже если вы с антивозрастной целью покупаете ретинол, да, ретидерм 0,25 или 0,5, то нужно обязательно инструкцию сначала изучить, а в инструкции сказано, должно быть сказано, или и дерматологам должно быть сказано, что его нужно наносить спустя полчаса, там, ну, минимум 20 минут после умывания. Для чего это делается? Ну, во-первых, потому что не на влажную кожу его нужно наносить, потому что, если вы сразу, на очищенную, обезжиренную, еще и влажную кожу нанесете ретинол, то он все свои побочки вам предоставит. Вот, то есть это будет повышение чувствительности кожи, повышенная сухость, ну, то есть его агрессивное, потенциальное, прогнозируемое побочное действие, оно проявится, а если мы его будем правильно наносить, оно проявится в минимальной степени, или вообще не будет его. Поэтому нам нужно для чего через полчаса наносить ретинол? Для того, чтобы кожа успела немножко выработать собственного кожного сала, то есть восстановить чуть-чуть барьер, и тогда ретинол еще и проникнет хорошо лучше, он липофильная молекула, он как бы любит жирок. И кроме, а побочное действие свое, агрессивное, он окажет в меньшей степени. Соответственно, если мы на обезжиренную, свежевымытую кожу, еще и протертую тоник, и мы влажную нанесем, тот же ретинол, или уходовый косметический, или адепален для лечения прыщей, условно говоря, то, к сожалению, мы получим раздражение, больше шансов нам это получить. Понятно, да, вот этот момент, то есть нужно обязательно по нанесению инструкции даже соблюдать, и когда мы наносим, то есть вечером мы наносим ретинол, утром не наносим. Соответственно, средства с ретинолом тоже мы утром не наносим, потому что он под прямыми лучами солнца может оказать фототоксичное действие, и даже, может быть, это в меньшей степени, а в большей степени он сам разложится просто, и вообще будет вместо положительного результата, наоборот, прооксидантом станет, да, или там тот же самый витамин С, кислую форму, если нанесем утром, вот, агрессивную такую, то мы вместо того, чтобы профилактикой фотостарения заниматься, наоборот, получим его, это фотостарение, потому что под прямыми лучами ультрафиолетовыми он будет окисляться. Поэтому вот эти моменты надо учитывать, потому что когда мы используем какой-нибудь масс-маркет безобидный, где там вообще ничего практически нет активного в составе, то без разницы, да, когда мы там чего наносим, да, скорее всего, ничего плохого не будет и хорошего тоже. А если мы используем проф, жесткий такой проф, особенно такую тяжелую артиллерию, которая, ну, фактически на грани с медициной, то надо очень-очень тщательно читать инструкцию, чтобы не получилось, как в том анекдоте, да, с техникой какой-то, да, открыл мануал, ну что, сломал, вот, то есть надо инструкцию читать до того. Вот, необходимый минимум в уходе, да, вот такой косметический минимализм, он нужен как раз, потому что когда и то попробовал, и это, и куча банок стоит, еще декоративка, и все прочее, и ты не знаешь, на что у тебя кожа среагировала, она изначально уже реактивная, то здесь как раз такой подход, вот не стоит применять, да, когда кожа проблемная, когда кожа гиперчувствительная и так далее, необходимый минимум, каждое средство вводим по одному, то есть мы купили новое средство, купили пять средств новых, да, вот гельтек, сейчас мы возьмем с нашим промокодом, да, который я вначале говорила, в конце тоже его повторю, для участников, вот мы захотели купить себе комплекс, да, не нужно сразу начинать в первый же день пользоваться всем, и умывалкой, и тоником, и стопакне, и там, энзимку себе тут же сделать, и еще что-то, нужно каждое средство попользоваться хотя бы три-четыре дня, чтобы отследить возможность индивидуальной реакции кожи, хорошо все, подошло, вводим следующее средство, допустим, начали с чащего геля, остальное все то, что к чему привыкли, потом ввели тоник еще к нему, опять, потом ввели там активную сыворотку с азолаинной кислотой, попользовались еще недельку, все хорошо, потом что-то еще ввели, вот такая схема должна быть, такой подход, ну и минимум средств, естественно, если все подходит, вот оставляем необходимый минимум, ну и гигиена, меньше антисептиков, которые разрушают без надобности наш микробиом, больше одноразовых предметов гигиены, лучше реже протирать кожу хлоргексидином, если вдруг обсыпала, почаще налочку менять, умывалку нейтральную, я любую из наших порекомендую, единственное, что для проблемной кожи, ну вот более экономичный вариант, скажем так, это гель очищающий, он дольше расходуется, его чуть-чуть совсем надо, на влажную кожу, размылили в руках, ну как вначале я рассказывала, вот и умыли, с детям хорошо подходит, он настолько мягенький, нейтральный, не щипет глаза, глаза можно умывать, что его, мы уже, как говорится, каждый раз вспоминаем, что его иной раз даже грудным младенцем берут, мыть их, вот, пенки, из пенок, мусс с витамином С, помягче, чем с алоэ, поэтому, наверное, лучше его, вот, если кто любит сладкий запах, и, в общем, кожа такая грубоватенькая, и, в общем, в принципе, нет проблем с обезвоженностью, с алоэ вера мусс тоже хорошо подходит, просто, он тоже мягкий, просто чуточку пожёстче, то есть, он мягче любой умывалки с лауретсульфатом, который только можно себе придумать, даже детского геля какого-нибудь, он мягче будет, да, но в сравнении с нашими остальными, да, вот по степени, да, градации, да, скажем так, мусс с витамином С и геля чаще, например, на одной ступеньке, да, и чуточку поагрессивнее алоэ вера, вот, и днём, и на ночь, смотрите, если у вас чувствительная кожа, если у вас реактивная кожа, я вообще не рекомендую, иной раз, если вы, конечно, ну, следите за гигиеной, одноразовый полотенцем на улочку проглаживаете в период обострения каждый вечер, то есть, меняете её часто, то, в принципе, если вы на ночь ничего тяжёлого не наносите, а по идее, вы ничего не должны тяжёлого наносить на ночь, вот, и не используете на ночь какие-то медикаментозные средства на мазевой основе, которые надо утром смыть, то, в принципе, утром можно даже не умываться с гелем или с муссом, можно просто ополоснуть кожу водой, если кожа чувствительная кипячёной водой или фильтрованной, и, соответственно, потом протереть тоником. Гель пектиновый, смотрите, Наталья, гель пектиновый, он имеет кислый ПАЖ, за счёт него работает на проблемной коже, некоторые ожидают от него осветления, я сейчас просто столкнулась со всякими отзывами, которые периодически ко мне на консультацию прилетают с маркетплейсов, когда гельтек стал через маркетплейсы продаваться, появились отзывы от людей, вот, и они иногда смотрят, что он обладает осветляющим действием, надеются, что он прям пигментацию берёт, нет, он не уберёт, он просто осветляет немножко за счёт цитрусового пектина и помогает быстрее рассасываться вот этим элементом постакна. Его используют вечером чаще всего, у него такая текстура плотненькая, то есть он, например, под каким-то тональным средством может скататься, это единственный наш гель, который может под чем-то скататься, остальные все впитываются без остатка, но там именно вот сам цитрусовый пектин, он такой имеет структуру, и его можно после вечерного умывания и тоника, использовать как ночное гелевое средство. И причём, так как он осветляет фон и способствует тому, что кожа более устойчива, скажем так, к ультрафиолету становится, его можно вообще круглогодично использовать. То есть он не отбеливает, конечно, как тот же самый Brightening Skin, с коевой кислотой, с пептидом отбеливающим, но при этом его можно спокойно использовать круглый год, не особо, скажем так, заморачиваться над SPF, просто использовать SPF, как мы обычно его используем. Активное Солнце используем, неактивное не используем. Вот, то есть вот так. Напомню вам на всякий случай, сейчас мы, наверное, вот всё, что я хотела, ну, схемки я вам сейчас ещё пролистну, эти два слайдика, но на всякий случай хочу напомнить, что и демотен, и пектиновый гель – это лечебно-профилактический такой уход, да, то есть это не заменяет лечение. Более лечебный из наших препаратов – это стоп-акне и альфа-дерм всё-таки. Вот, схемы домашнего ухода. В подростковом периоде, ну, в принципе, мы с вами всё проговорили, да, то есть это уже так, чтобы запомнить. Очищение мягкое, очищающий гель, например, тоник для жирной кожи, сыворотка стоп-акне или какое-то лечение, которое врач назначил, и демотен плюс средства с SPF, например, наш мультипротектор с 50+, да, если солнце агрессивное и снеагрессивное, вообще можно не использовать SPF. Вот, это как раз такой утренний вариант. Вечером очистили, опять-таки, стоп-акне либо какой-то ещё лечебный препарат, и после этого, ну, если мы используем, например, стоп-акне, то мы уже альфа-дерм не используем, а пектиновым гелем можем закрыть при желании. Вот, а если мы используем миндальную кислоту, некоторым очень хорошо подходит миндальная кислота, вот при таких эпизодических обострениях, и тогда мы вместо стоп-акне и просто, ну, вторым этапом, без третьего этапа наносим альфа-дерм. Он самодостаточный, его ничем закрывать не надо, и альфа-дерм не только как раз, конечно, подросткам подходит, он как раз больше был рассчитан на более взрослую публику, потому что там дмайя в составе, там увлажняющий комплекс акваксил, вот, но сама миндальная кислота, у неё достаточно сильный антимикробный эффект, поэтому даже на подростках очень хорошо она срабатывает. Вот, и два раза в неделю мы делаем глубокое очищение, то есть пектиновую маску под пленку на 15 минут, конечно же, при проблемной коже мы не делаем массажа никаких по ней, просто как холодное распаривание накладываем, смываем вот такой салфеточкой водой, намочили, отжали, там опять намочили, отжали, смыли, и после этого делаем, например, какую-нибудь маску с каолином, я надеюсь, скоро у нас выйдет, уже работа ведется активно над этим, вот, но пока можете какую-то любую другую качественную, главное взять маску с каолином, и, собственно, тоже на 10-15 минут, в зависимости от того, как по инструкции её наносят. Неальфадер можно чаще использовать, на самом деле, ну, единственное, летом там поосторожней, а в осенне-зимний период можно практически через день его использовать, а для некоторых людей с грубой кожей, как я уже говорила, можно даже почти, даже ежедневно, просто если мы используем кислоты ежедневно, то у нас курс использования должен, ну, не превышать в совокупности желательно, месяца 3, ну, максимум, вот, но его можно комбинировать, да, с другими средствами, то есть использовать 2-3-4 раз в неделю, через день можно использовать, а нейтральный крем мы используем утром, как правило, вот, и закрывать альфадерм нам не нужно нейтральным кремом, вот, он вполне самодостаточный, ему не нужно, как говорится, дополнительных компонентов, ну, максимум это вокруг глаз крем, сыворотку для век с эффектом лифтинга, наконец, положить. Смотрите, а если вы имеете в виду, что в другой день, когда нет альфадерма, я поняла, у нас есть ночной увлажняющий крем, то есть он легкий, но это, опять-таки, когда нет сильных проблем, если есть какие-то проблемы, все-таки лучше гелевое что-то, тот же самый гель пектиновый взять, вот, то есть мы их тогда будем чередовать, вот, они мне как раз через черточку написаны, вот, но подросткам при обострении можно, и при, если кожа толстенькая такая, не тоненькая, чувствительная, то можно, в принципе, какое-то время даже ежевечернее использовать. Вот, про пектинку поняли, да, про энзимку, про маски с калином поняли, ну, и, соответственно, локально какие-то подсушки локальные, если вдруг что-то, как говорится, пустулу надо подсушить на ночь, да, у меня есть, кстати, очень хороший влог, там, на тему соцсредств про прыщи, и там даже два влога есть, там более поздний и более ранний, да, вот там, где я показываю, как компрессик делать с мазью Вишневского, то есть посмотрите, если интересно, там прям вот именно соц, когда вот выскочил, нежданно-негаданно, и надо его быстрее убить, этот воспалительный элемент, я специально вот влог отсняла на эту тему, можете его на ютубе у нас глянуть. Соответственно, антисептические средства, как я уже говорила, редко, если вдруг прямо отсыпало, ну, бывает, после чистки обсыпает еще что-то, попользовались несколько дней, да, и все, и не надо антисептиками кожу мучить лишний раз, убивать микробиом. Схема домашнего ухода при возрастном окне, она, в общем-то, в принципе, не тем практически не отличается, но туда просто добавляются еще средства, имеющие антиэйдж-компоненты, да, то есть, если мы, например, используем какие-то антивизрастные сыворотки, да, крем-сыворотка для эффекта лифтинга, да, какие-то миорелакс, там, актив лифтинг, ну, то есть, то мы, естественно, их будем использовать, да, но будем стараться их в рутину включать, чтобы они не мешали, например, лечебным средствам. Понятно, что когда мы активное обострение лечим, да, то мы убираем все лишнее, в том числе антивозрастной уход. Если у нас ремиссия, все более-менее нормально, элементы постакна, эпизодические какие-то воспаления, то мы, в принципе, используем антивозрастные сыворотки по показаниям, то есть, если это пептиды, то это будет сразу после очищения тоника, ну, то есть, миорелакс тот же самый, да, если это будет, например, там стопакне у нас осталось, как профилактическое, если мы там интенсив омоложения хотим использовать на все лицо и шею с гиалуроновой кислотой, да, например, ультрамолекулярной, то мы сначала стопакне локально на участке воспаления нанесем, подождем, там минут 5, пока он там впитается, поработает, или 10, потом спокойно нанесем интенсив омоложение или актив лифтинг, подождем, пока он впитался, и нанесем уже крем. То есть, мы будем вот таким макаром поступать, скажем так, то есть, дополнять уход антиэйдж средствами, вот, но все равно стараться, чтобы все было легкой текстурой, чтобы все было, вот как раз можно комбинировать, убивать двух зайцев, да, используем, например, в осенний и зимний период средства с ретинолом наши, потому что они, да, может быть, третью стадию акне не вылечат, и, возможно, даже вторую, но при склонности к эпизодическим воспалениям очень хорошо работает ретинол, не только как антивозрастной компонент, но и как профилактика в том, что все равно,